добрый вечер дорогие друзья наши слушатели подписчики приветствуем всех кто с нами впервые на нашем канале прямом эфире приветствуем и тех кто с нами в течение года занимался дисциплинированно своим здоровьем сегодня у нас знаковое событие знаковый вебинар поскольку он последний в этом уходящем году сейчас уже все отчитываю дни до конца года и мы решили подвести некоторые итоги нашего нашей работы в течение прошедшего уходящего вернее года и так академия агулова открывает свои двери интернет-двери для всех кто занимается своим здоровьем кто хочет жить долго и счастлива в здоровье и благополучие сегодня на нашем вебинаре мы будем говорить о секретах здоровья александр тимофеевич агулова который до сих пор его секреты волнуют всех задают много вопросов как так александр тимофеевич выдерживает такие нагрузки и в его 73 года он продолжает активную жизненную позицию деятельность он на себе расскажет все что он считает нужным и важным для того чтобы можно было у него чему-то поучиться а поучиться действительно есть чему также сан тимофеевич расскажет о на методе который когда-то изобрел наверное создал инструмент для оздоровления людей метод имеет очень интересную историю происхождения в рамках этого метода расскажет как правильно пользоваться проекционными зонами на лице и теле человека как можно заниматься самодиагностикой и фактически как взять свое здоровье собственные руки далее у нас сегодня с нами работают ведущие преподаватели нашей академии это романенко диана валерьевна которая расскажет об очень интересных важных моментах вашего здоровья нашего здоровья это касательно печени это касательно жирового гипотоза это сахарный диабет и пресловутая инсулинорезистентность как заниматься здоровьем своим так чтобы не допустить серьезных последствий в будущем также у нас сегодня будут два мастер-класса от александр тимофеевича и от преподавателя алисова виктора николаевича которая скажет как оставаться без операционными без операции и без инъекций красивыми молодыми не только женщинам но и мужчинам это всех касается покажет несколько практических примеров как заниматься своей красотой еще мы пригласили двух наших специалистов нашего центра у нас уже добрая традиция у нас приходят люди чтобы рассказать чему их научил метод александр тимофеевича как изменилась их жизнь и вот два таких отзыва которые думаю вам будут интересны люди которые работают специалисты которые работают нашем центре они закончили один закончил академия головы другой готовится к заключению экзаменом и они расскажут как им удалось изменить свою жизнь благодаря тому что они познакомились с александр тимофеевичем и с его методом ну и как всегда в течение года мы вам предлагали онлайн-курсы сегодня мы предлагаем распродажу этих онлайн-курсов и соответствующие подарки и бонусы о которых я скажу позже сейчас мы не будем терять время у нас очень насыщенная сегодня программа и мы начнем с александр тимофеевич с вас готовы александр тимофеевич вот расскажите все вопросы которые мы получали прямых эфирах в течение года они всегда касались как вам удается быть таким активным энергичным увлеченным тут одна маленькая особенность нужно наверное сначала рассказать то чем мы занимаемся потому что среди тех кто нас смотрит возможно люди далеки от медицины далеки от каких-то там надавливание банок скребков или там каких-то вообще по здоровью далеки от этого просто сели потому что чего-то болит и может быть какая-то скажем какие-то знания может быть чуть-чуть получить чтобы убрать эту боль или но вообще конечно понимая вот эту тему о которой я сейчас хочу сказать то человек начинает жить несколько иначе то есть он начинает смотреть на многие вещи дают совершенно другими глазами потому что все наши может быть болезни идут от живота то есть то что мы едим и в принципе то наши эмоции эмоции тоже вливаются потому что если мы в гневе или мы в трансе или в серьезном там каком-то дисбалансе то естественно система пищеварения страдает ну вот и наша с вами задача поговорить о том как выйти может быть даже из этого стресса а стресс это тоже это страх своеобразный ну вот и получается что все органы они как бы имеют одну интересную особенность каждый орган вносит свое изменение в нашу наше психическое состояние я уже не говорю про физическое потому что практически все мышцы которые находятся на нашем теле которые покрывают наше тело в том числе и скелетные мышцы и так называемые еще мышцы которые мы качаем делая корпус наш красивым и якобы сильным и то все эти мышцы они связаны как хотим мы этого не хотим нас так создал создатель они связаны с внутренними органами и в зависимости от того что происходит с внутренними органами а мы с вами говорим не о болезни даже о том функциональном состоянии потому что есть такое понятие которое может быть в медицине она игнорируется есть ослабление органа снижение его функциональное ну и вот и естественно это функциональное снижение сопровождается чем напряжением тканей и не только мышц не только скажем так сосудов не только изменением работы гормональной системы но и в общем то даже обменом меняется обмен ну и конечно хотя по обменам тоже людей можно разделить на разные типы но я не буду углубляться в это потому что основная задача донести до вашего понимания что в основе любой патологии лежит нарушение микроциркуляции нарушение скажем движение жидкостей в нашем организме это как кровь это лимфа это ликвар ну то есть и вот эти все жидкости они должны в определенном быть состоянии и вот это состояние она чем добивается конечно манипуляциями на внутренних органах и природа нас так интересно создала что она одновременно с этим напряжением подает знаки о том что там напряжение вот и мы с вами коснемся этой темы и я вам немножко расскажу и даже здесь увлекательно и занимательно потому что показали вот напряженные мышцы на шее или где-то на спине а теперь берем запускаем руку во внутрь живота находим там напряжение на органе орган может быть желудок может быть привратник желудка может быть ну скажем так часть кишечника и вдруг там в животе находится боль ну вот и чуть-чуть подавили слегка может быть пульсирующее давление сдвигающее давление это приводит тому что расслабляется ткань и кровоснабжение приходит или лимфодвижение приходит в ту часть тела которая не получала и тогда ответная реакция какая мышца напряженная она расслабляется и вот на этом принципе наверное строится вся вот эта наша терапия то есть знать какой орган за что или как он проявляется на теле человека она может быть проявление и на лице это можно наблюдать и на голове непосредственно какие-то или взять суджог терапии суджог терапии по точкам на ладошке можно рассказать что происходит внутри живота и вот таких зон представительных их предостаточно и конечно понимание вот этого всего она очень интересно почему вот представьте если даже маленькая иголочка который ставится в палец или куда-то на ладошку регулирует какие-то обменные процессы то тут представьте что вы руку туда потихонечку запустили в живот и тот орган который страдает который плохо получает кровь или наоборот нарушается отток крови вы начинаете его поддавливать и включаются запасные пути коллатерали анастомозы то есть и что происходит за счет поддавливания нашему телу указывается путь который он может решить мы поддавливая помогаем ему убрать вот эту спастику и тут уже вегетативная система начинает управлять ведь там где ткань спазмированная она не управляется пусть это будет луковица 12 перстной кишки пусть это будет даже вот представьте мочеточник да вот мочеточник и если песочек пошел а мочеточник сжатый вегетативной системы вот так сделала то естественно этот песок или этот камешек начинает застревать и вот здесь появляются вторичные проблемы боли напряжение которое проявляется на этих мышцах которые заинтересованы или связаны с этим мочеточником ну и что же что же делать тогда и конечно человек бежит или к мануальному терапевту или идет поликлинику там ему начинает давать различные препараты а вообще-то все проще зная вот эту связь достаточно руку в живот найти вот этот напряженный участок его расслабить и тогда камень который вошел в мочеточник а вообще вот в моем представлении если он вошел он обычно всегда проходит и поверьте за такое большие большое количество лет работы в этом направлении чего я только не насмотрелся и очень часто мы решали вот эти задачи без операции и как говорил великий пирогов лучшая операция это та которая не сделана но это может быть конечно вот такое предисловие она несколько широкая но давайте тогда как-то мы сузимся вот для того чтобы рассказать и для того чтобы может быть показать ну и естественно ведь представьте что все лицо вот если посмотреть на те схемы которые мы вам будем представлять вы увидите что нет свободной части на лице чтобы она не имела отношения к какому-то внутренним органам поэтому рассматривая лицом и первую очередь смотрим а какая здесь кожа плотная напряженная деформированная или какая-то извращенность на коже есть а почему это извращенность а потому что в ней вот в этом кусочке кровоток кровь схлопнула сосудики с сужение произошло сосудов кровью не обеспечивается клетки его здесь вот с клетками возникает проблема а на лице возникает что либо пятно красные белые деформированные или прыщи начинают а почему прыщи да потому что вокруг нас миллиарды бактерий которые находят слабое звено это слабое звено появляется тут же на нашем лице и сколько мы не мазали да в каком-то мы какой-то там растиркой мазью помазали которая чуть-чуть подкисла кожу защитила кожу от проникновения вируса облегчилось но кожа смылась и вот теперь опять та же картина опять раздражение ее и так будет без конца потому что здесь заинтересованы внутренние органы и даже иногда полнота я рассматриваю полноту если человек полный это нездоровый то есть в моем понимании потому что я к сожалению через меня проходят большое количество и полных и худых и полные люди чаще всего проблемные почему там все в отеке и естественно если наша одна жировая молекула держит вокруг себя 8 токсической молекул токсической воды то вот вам пастозность на животе вот вам отечность на ногах вот вам отечность лица рук и конечно разбираясь с этим если вы обучаетесь и бы научились это узнавать читать то вы уже вооружены вы уже вооружены знаниями и вы можете решить свою проблему или проблемы своего ребенка своей жены своей мамы своего папы то есть конечно вот эту тему мы отрабатывали еще начала 90-х годов началось это где-то 80 наверное 8 год когда уже серьезно занялись вот этой отработкой и тогда мы начали а это было для военных но естественно солдат не знает мне на томе не физиологии он не знает что такое аспирин он не знает что такое да вообще он пришел с гражданки он был водителем там или что-то а тут он начал заниматься какой-то деятельностью военной и вот если ранение или что-то а так бывает что где-то он оказался в степи в пустыне в лесу или это выживание и вот для того чтобы он понимал это мы рисовали различные схемы и конечно когда схему первичные нарисовали то вроде как бы было понятно но все равно солдату нужно чтобы было доходчиво и интересно когда опять же я написал первую часть инструкции для спецподразделения работающих в экстремальных условиях а у нас женщина которая убирала полы мыло полы мы ее все время теть марш а прочитайте вот здесь вам понятно это она читает да вот здесь понятно так а это где вот это луковица 12 перстной кишки начинаешь и объяснять так как же ее обозвать чтоб солдату было понятно что луковица 12 перстной кишки это вот здесь тогда и начинаешь как-то все это дело объезжать обходить и конечно инструкция была так написано чтобы можно было понять человеку простому который не знает или не будем говорить о церкви таракальное сочленение с тракции достальном направлении почему да потому что это непонятно не только иногда простом бытовом обывателю но и иногда и доктору который уже наверное там на пенсии и уже забыл что такое цервик таракальное сочленение или медиально-латеральное дистальные но это еще но есть такие доктора которые тоже им нужно просто просто чтобы он мог понять это вот мы его упростили настолько что она действительно работает другой вопрос конечно если вот эти процедуры с животом делает доктор он знает анатомию физиологию он знает диагностику биохимическую анализы крови там читает это все очень нужно для того чтобы достойно решить вот эту задачу где там застой где нарушение где гормональный сбой и вот здесь опять же и часто наши железы которые вырабатывают гормоны они тоже кровоснабжаются так же как и приток и отток если нарушение притока плохо нарушение оттока тоже плохо ну вот и поэтому конечно если взять сегодняшнее вот состояние вот за 40 лет работы скажем животом и каждый раз ты открываешь для себя все новые новые возможности живота и ты видишь что живот это жизнь живот это второй мозг свыше 500 миллионов нейронов животе весь иммунитет в животе и даже если уж говорить на то что скажем так интеллект человека он тоже в животе как не странно не странно ученые считают что интеллект человека в каловых массах то есть бактериальном фоне который но об этом мы еще поговорим немножко вперед но я не буду забегать вперед потому что на эта тема настолько интересные захватывающие что я могу говорить о ней долго долго и поэтому сейчас давайте мы с вами чуть-чуть прервемся и вернемся к тому что подразделом будем работать по подразделам намеченному да по намеченному планах и станция вещи вот наших слушателей с вами знаком сейчас впервые очень интересует как ваш образ жизни какие у вас принципы питания какой у вас распорядок дня вот все что вы можете сказать все что вам дает возможность восстанавливается и сохранять энергию друзья мои конечно нужно понимать что мы есть то что мы едим я уже упоминал это и поэтому пища который вы кушаете постарайтесь чтобы не было вздутие живота конечно с другой стороны если условия для этого не создается на которых условиях мы с вами будем говорить то наше наблюдение когда мы работаем и улучшаем работу функции печени поджелудочные функции желчного пузыря и мы видим как желчь начинает нормально истекать как она становится тем средством которое запускает моторику кишечника как она влияет на биоту мы понимаем что здесь очень тема такая достаточно интересная и в то же время для того чтобы она нормально работала нужно от чего-то отказаться то есть мы все с вами разные кто-то у кого-то обмен анаболический у другого катаболический то есть это что полезно одному полному предположим что полезно не всегда полезно худому то есть здесь катаболический обмен и анаболический ну и если говорить о том что и даже мышцы разные то есть есть мышцы аэробы анаэробы и соотношение этих мышц она тоже влияет на нашу психику и естественно и питание может играть какую-то определенную роль в достижении каких-то определенных спортивных результатов но это конечно надо говорить со спортсменами что вот этому есть вот нужно вот такую 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 пищу а вот этому именно вот такую почему да потому что у него результат пойдет а ведь в животе очень часто формируется газовое облако в кишках газ и когда говорят о том что излишние петли долиха сигмы не бывает излишних петель а почему да дело в том что тот газ который изо дня в день присутствует в кишечнике а человек не обращает есть подряд все то что вызывает вздутие и в результате длина кишечника увеличивается и по работам витебского чуть не в семь раз представьте кишки как извиваются так за счет того что вот этот газ постоянно в кишечнике мы теряем много микроэлементов мы теряем гормоны мы теряем витамины и вот это все связано с газообразованием и даже если посмотреть восточные страны а бывает приходится там бывать то обращала внимание а в то время может быть в первый раз когда я поехал я еще к вегетарианству и веганство нормально относился но после того как я посетил ту же японию корею китай я увидел что у них основной постулат пища не должна вызывать вздутие живота а сырая пища видите она содержит лектины и это никто не отрицает это ядовитые вещества которые вызывают как раз и воспалительные процессы и интоксикации даже корова казалось бы она веганец да она поела вот здесь вот траву казалось бы лужайка полная она переходит на другую лужайку и снова кушает а почему она съела вот без лективную траву а теперь перешла на другой участок и поэтому и мы тоже должны с вами оперировать это вызывает вздутие у меня это не моя пища у кого-то предположим бобовые не усваиваются у кого-то усваивается или даже вот предположим я могу съесть но винограда меня не дует а у жены живот раздувается видите разные ситуации и поэтому она это считает что для нее не подходит а я считаю что для меня это подходит ну и конечно если мы возьмем исходя из этого я и строю питание свое а вообще если говорить про меня про себя то все начинается наверное с утра начиная с того что я в постели делаю зарядку да там 50 движений уголок 50 движений легких наклонов это для шеи разные повороты а лежа знаете как хорошо но ты просто зацикливаешься на этих упражнениях если первоначально 50 сделать это тяжело а потом уже ты автоматом работаешь ну и твое тело привыкает а потом стакан воды чаще всего щелочной а чем какая щелочная может быть она там где-то сода добавлен а где-то электролизная вода сейчас приборы такие причем россии изготавливают очень хорошие приборы электролизной воды ну вот и причем конечно это долго рассказывать какую воду нужно пить и сколько но тем не менее это щелочная вода а ведь у нас представьте утром когда мы с вами просыпаемся наша печень должна сбросить часть токсинов которые образовались печени то есть за ночь она идет проводит такую своеобразную очистительную процедуру и нам утром если мы с вами выпили стакан воды конечно кто-то рекомендует обязательно теплый я рекомендую тоже холодный не пейте почки не любят холода то вы заметьте что при возникает пазы в туалет и вы часто бегаете в туалет а почему да потому что задача этой воды воды нейтрализовать эти токсические компоненты ну вот и поэтому стакан воды а то может быть там и полтора выпили тепленькой и можно доделать зарядку которую вы начали делать и не доделали ну в данном случае я беру ну подходы отжимания от табурета взял раз отожал отжался отошел два раза отжался отошел три раза ну и так до восьми и в принципе достаточно хорошо мышцы укрепляются знаете и даже бывает так что но все-таки где-то нужно чтобы друга не дрожала так вот когда такие физические упражнения делай что дрожь прекращается ты становишься более стабильно и здесь нужно помнить еще что тот же витамин d если человек мало собственно я всем рекомендую делайте физические упражнения для того чтобы формировался витамин d и не только таблеткой чтобы пополнять его да у нас солнца мало и многие не успевают это солнце схватить и опять же через продукты питания мы должны получить и витамин d но и кроме того физические упражнения ну и естественно чтобы отток желчи был хороший чтобы расщеплялись жиры ведь если жиры не расщепляются то тогда витамин d тоже плохо усваивается даже если он находится в кишечнике вот здесь вот такой вот такая нюанс такой нюанс который нужно учитывать ну вот и обычно начинаешь завтракать ну и завтрак и обычно ты думаешь а что я сегодня хочу иной раз очень хочется мясо если ты понимаешь что у тебя тяжелый напряженный день но ты поел мясо определенное количество чаще всего конечно баранина ну или если есть возможность иногда друзья мне привозят конину я конина тоже она для мужчин очень полезная мужская сила физическая ну и вот скушал небольшое количество ну где-то притушенные овощи и все можно чай попить в чай можно добавить так как мы с вами после еды то чтобы лучше усваивалась пища есть еще такой один маленький способ когда яблочный уксус добавляется в чай ну чайная ложечка и можно чуть-чуть меда это мед как транзитор и за счет этого у вас энергия все то есть конечно натощак я бы не рекомендовал яблочный уксус потому что травмируется желудок а тут когда выделился желудочный сок концентрации его даже чуть-чуть приподнимется с этим яблочным уксусом но и это способствует усвоению еще кислорода в тканях ну вот и после того как все сделал ты уже конечно я здесь не рассказал что идешь в туалетную комнату там почистил зубы умылся ну вот иногда если сейчас же такая обстановка когда все говорили про ковид но для профилактики пихтовое масло ватная палочка пихтовое масло в нос и протер и все умылся теперь пошел там какая-то недоработка или что-то почитать материалы и потом я уже иду на работу и я не обедаю а что я делаю дело в том что обед он несколько когда человек представьте паузы если чем больше паузы между едой тем лучше усваивается пища вот тогда казалось бы обеденный перерыв я иду наливаю стакан содовой воды выпил его но конечно концентрация соды не должна быть запредельная ну и после этого иду на работу мой обед практически продолжается но здесь я в этом промежутке так как у меня заполнение сплошное я принимаю друзей сложных пациентов которых тоже консультирую и эта консультация у меня заканчивается и дальше уже без остановок опять поток 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 и где-то часов 78 а то и в 9 когда я заканчиваю я иду ужинать поужинал там дальше что-то полистал в интернете какие-то письма ответил иногда конечно сейчас редко но берешь гитару для того чтобы поиграть получить какое-то внутреннее успокоение ну и понимаете переключиться с одного что такое отдых это переключение с одного вида деятельности на другой и вот таким вот образом рабочий день как бы заканчивается ну а если взять воскресный день то воскресный день мы иногда супругой гуляем по москве уехали на троллейбусе уже в обратную сторону идем пешком и очень интересно рассматривать москву естественно приходится одевать хорошую обувь чтобы ничего не стоптать спортивный костюм и вот по дороге может тут все обсудим что было за неделю вот такая вот особенность собственно говоря еще один очень интересующий вопрос вы болеете вообще-то редко очень редко но так сложилось но это уже я тоже перенес к вид но с другой стороны переболев к видом я чему-то научился я научился выходить из этого состояния ну это своеобразный урок для меня был и в принципе я считаю что это урок прошел для меня положительно то есть он мне дал больше знаний в решении вот этих проблем ну собственно говоря да мы были свидетелями этой этого процесса вот и даже в этом в этом процессе александр смофеевич умудрялся консультировать и давать советы еще тем кто параллельно тоже болел и в нашем центре том числе а что вы делаете для профилактики чтобы не болеть мы уже все к виду шам и все пережили мы уже научились даже метиленовый синий пить вы что делаете для в данном случае для профилактики это периодически перезагрузка на себе потому что я бывший дзюдоист создать себе гипоксию я могу но данном случае я их я ее использую для того чтобы внутренний баланс восстановить ведь у нас у любого кто живет вот на сегодняшний день бывают стрессы стрессы накапливается и когда накопительный эффект и ты начинаешь уже как-то там счеты делаешь делаешь и вдруг ты почувствовал что рука начинает вроде как подрыгиваться нужно перезагрузить делаю перезагрузку сам себе а иногда если удобней иногда к ребятам подхожу да заодно посмотрю как они сами делают правильные они делают сейчас все наши зрители задумаются что такое перезагрузка перезагрузка конечно может быть я не хочу про нее рассказывать это только для узкого круга наверное для тех кто бывает нашем центре и кто хорошо отрабатывает свой живот мы вот и самое главное обычно вечером я задерживаюсь не ложусь спать где-то до двух до пол третьего но это как стандартная ситуация потому что много материала нужно посмотреть а тогда как же а встаю пол восьмого а я когда ложусь я расслабляюсь и вот с каждым выдохом задержкой дыхания расслабляешься расслабляешься и ты уходишь улетаешь только так ну и благодоваришь блага благодаришь творца за то что дал такой хороший день и просишь а дай мне еще такой день завтра ну и может быть кто как к этому относится но это очень хорошо дает расслабление поэтому и вот это вот расслабление ты утром иногда у меня будильник стоит на всех случаев и я включаю будильник но я минут за пять за десять обычно раньше просыпаюсь нужно себе дать немножко понежиться и вот эти пять десять минут вижу отдыхаю жду звонка зазвонила все понеслось начался рабочий день до большой насыщенной длины действительно очень большая нагрузка и в общем-то консультации они ежедневные и периодические семинары и так далее то есть энергии достаточно есть еще раз говорю есть чему поучиться такому образу жизни который дает в общем то гарантию того что человек до старости доживет достаточно активно ведя активный образ жизни так кроме всего прочего можно дополнить что иногда суббота воскресенье иду спортивный зал и там как уже привычка выработался наверно когда еще был мастер спорта когда был действующий если пришел в зал то если ты не вспотеешь килограмм не потеряешь ты считаем напрасное дело в зале потерял время и не хочу терять время поэтому работаешь как положено вот вернемся к вашему методу и вернемся к проекционным зонам о которых мы сегодня хотели бы поговорить чтобы вы рассказали нашим слушателям которые с нетерпением ждали да есть метод александра голова который известен всем много сейчас говорят говорят о вестеральном массаже а вестеральной терапии там и так далее информации этой много но надо сказать что лицом тимофеевич является автором метода о котором уже упомянул который был собственно говоря предназначен для спецподразделения экстремальных условиях и мы иногда на своих семинарах видим слушателей которые когда-то принимали участие в эксперименте в отработке этих методов прежде чем метод попал в курсанты военных училищ поэтому есть живые свидетели которые и сегодня на сегодняшний день тоже не спокойно и там где не спокойно этот метод тоже применяется что дает ему вообще право на жизнь и в условиях военных действий и тем более в условиях гражданской жизни поэтому этот инструмент всем пожалуйста в помощь у нас онлайн-курс методы функциональной диагностики он специально создан для того чтобы вы научились диагностир заниматься самодиагностикой почему это очень важно потому что все что происходит с вашим организмом с вашим телом все что вам сигнализирует о какой-то проблеме когда проблема еще достаточно поверхностная скорее всего никто не обращает внимание а здесь очень важно вовремя увидеть изменения понять вообще что за сигнал и дать возможность организму восстанавливаться этому надо научиться и научиться этому возможно именно благодаря методу и благодаря тому что в рамках метода Александр Тимофеевич создал вот как раз таки функциональную диагностику по проекционным зонам которые находятся на лице голове теле человека спереди и сзади и интересный факт что болезни просто так не развивается как то вот да она может быть локально но если этим процессом не заниматься если вовремя не ухватить за хвост эту проблему то проблема может зайти очень далеко и вовлечь в этот процесс другие органы начиная с одного она может в общем то повлиять на функциональное состояние всего организма в целом а если уже будут какие-то органические изменения тогда это уже гораздо сложнее решается поэтому очень важно можно сказать то что в нашем организме есть такая интересная эстафета то есть все начинается как бы желчного пузыря то есть орган который вроде неприметный который удаляется которые но он играет роль определенные то есть вот эта проблема заболеваний или там нарушение функции она начинается как бы с одной точки эта . это как раз желчный пузырь а скорее всего даже 2 на луковицы 12 перстней кишки так вот представьте желчь активно участвует во всех обменных процессах так вот получается так что побежал как бы спортсмен бежит передал эстафетную палочку другому и остановился тот побежал а здесь получается желчный пузырь побежал следующий эстафетный палочка передается печени и продолжает с печенью бежать вместе печень побежала желчный пузырь продолжает бежать дальше эстафета передается поджелудочной железе поджелудочная железа побежала но и эти два органа бегут за ней и вот так если рассматривать вот с позиции вот это происходящее то очень интересно наблюдать на каком этапе вот этого забега находится каждый человек и когда пациент приходит то ты по этим зонам ориентируешься у него только первый круг то есть первые эстафетная таскать ситуация но когда даже подойти показать и вот если взять вот эти круги взаимодействия то свое время мы их как бы для солдат рисовали но потом уже начали их осмысливать и мы увидели одну интересную закономерность и вот закономерность заключается в том что если вот взять четвертое первое девятое то есть это органы которые имеют отношение секундочку имеет отношение к чему к нашей психики желудок желудок это орган который реагирует на что на длительный процесс напряжения если длительный процесс все язвы желудка язва луковицы они все появляются на фоне только напряжение только стресса может отдельно быть исключение когда человек выпил там стакан какой-то кислоты или что-то проглотил съел ну здесь уже никуда не денешься но вот эта четкая взаимосвязь это вот четвертый номер это луковицы 12 перстней кишки это тонкий кишечник с нее начинается все проблемы все беды в нашем организме и конечно это может проявляться и на лице поэтому человек приходит и мы рассматривая лицо мы можем наблюдать предположим заеды в уголках рта о чем это говорит это говорит о том что у человека с привратить желудка не все в порядке а вот если болячка около уголков рта присутствует воспаление или покраснение то это говорит о том что с луковицей 12 перстней кишки проблемы и здесь ответная реакция как бы кожа незащищенной из возникает воспалительный процесс ну и естественно мы смотрим губы если губа нижняя губа в трещинах или шелушиться если что-то происходит то эта проблема большой кривизны желудка и просто так герпес никогда на губах не появляется он появляется когда готов мы к этому и вот эта готовность она проявляется что на верхней губе на нижней губе и верхняя губа имеет от малой кривизне и вот это все конечно складывается и в то же время здесь же получается если функция а в чем проявляется вот этот спазм или а желудок становится напряженным человек его не чувствует это напряжение он перестает формировать пищевой комок нарушается образование слизи в желудке потому что слизь тоже нужно для того чтобы защищать стенки желудка той же от того же желудочного сока высокой концентрации и вот здесь то конечно мы понимаем что если мы улучшили состояние желудка тот желудок с повышенной кислотностью становится нормальной с пониженной кислотностью становится нормальной а почему мы сняли с него напряжение сняли с пастику и одновременно есть из привратника а привратник желудка тоже подвержен стрессом если в стрессе привратник попал стресс то что происходит стресс может быть этот привратник как в открытом состоянии так и закрытым но в закрытом состоянии нарушается пища не эвакуируется и жива из желудка она стоит и вот тогда Иногда так называемый стеноз привратника и людей оперируют, а иногда можно обойтись и без операции, снять это напряжение, снять это руками. И вот такая ситуация, она чаще всего там, где вот особые горячие точки, где люди постоянно в напряжении, в длительном напряжении. И поэтому работа с животом, проминание этих, опять же, этого привратника или сфинктеров, это приводит к тому, что они расслабляются, и желудок, который, казалось бы, повышенная секреция, как только его расслабили, он начинает нормально кровоснабжаться, и вот этой повышенной секреции уже нет. Хеликобактери, о которых много говорят, а теперь представьте, когда они там появляются? Они появляются тогда, когда именно он спазмирован, напряженный. И губы у человека меняются, и вообще состояние у человека меняется, но как только его расслабили, смотришь, и хеликобактери само по себе, оно стало той, ну или хеликобактери, они должны присутствовать в нашем желудке в определенном количестве. Так вот, все тогда возвращается к этому определенному количеству, которые они должны выполнять какую-то функцию, и хеликобактери выполняют свою функцию, если они в небольшом количестве. А регулятором является состояние самого тела желудка. И вот они, губы. И естественно, когда мы смотрим на человека, который, предположим, молодой и взрослый, чем они отличаются? Истончение губ. А почему истончаются губы? Да потому что постоянное напряжение в желудке приводит к тому, что реакция губ, то есть меняется структура самого желудка. Ну вот и получается, что удар в эту область, если это спорт, потеря сознания. Или напряженный желудок поддавливает, он сверху поддавливает надпочечник, он поддавливает даже и саму почку, поддавливает артерии, которые имеют отношение к яичникам или к яичкам мужчин. И поэтому не зря пословица в народе такая существует, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. А все нарисовано здесь. И естественно, нарисовано и на носу. Если желудок в проблеме, то наш нос становится, вернее, переносится, кожаный переносится, становится пористым. И вот эта пористость, она нам несет информацию о том, что у человека с желудком беда. И теперь представьте, что у алкоголика у одного нос красный, у другого нос синий. А чем они отличаются? У одного венозный застой в желудке, а у другого артериальный. При артериальном застое нос красный, а при венозном синий. Казалось бы, один тот же алкоголь пьют и все прочее, а разные носы. А это опять же психотипы разные. И этот психотип определенным образом отражается и на желудке. А потом, если вы посмотрите анатомии, предположим, Иваницкого, Синельникова, то вы и других авторов, вы не увидите одинаковых желудков. То есть у каждого человека есть своя норма. И единственное общее, что не должно быть, это спазм. И если спазм убирается, то тогда проблема отодвигается или совсем уходит. Поэтому, видите, а лицо как показатель. И плюс еще, если взять назрю, левую и правую, то они тоже имеют отношение к желудку. И если с желудком что-то происходит, а часто дети начинают ковыряться в носу, а иногда доковыриваются до того, что из носа кровь течет. А почему? А там произошло утолщение в носовых ходах. И со стороны там, где утолщение, та кривизна, она проблемная. То есть там, ну скажем, слабость, функция желудка. Но это что касается желудка. Ну и естественно, когда у нас верхняя губа истончается, а ведь верхняя губа дальше идет. Что здесь? Эндокринная система проявляет себя. И опять же, если страдает эндокринка, то что происходит? У мужчины, был один даже мужчина пришел, у него с одной стороны усы перестали расти, а с другой стороны растут. А когда разговаривали, оказывается, у него там удалили яичко. И вот удаление яичко привело к тому, что у него усы перестали расти на одной стороне. И он вынужден подкрашивать. Он пришел ко мне, Александр Тимофеевич, ну что там, что делать-то, как быть-то? Ну давай вот обсуждать. Ну и в принципе, конечно, я не говорю, что мы... Но мы начали работать со всей гормональной системой. Мы в какой-то степени скомпенсировали. Улучшилось. Но мы, конечно, такую проблему полностью не решили. И опять же, если с возрастом мы говорим о том, что гормональный фон истончается, то это вот видно как раз по верхней губе, она становится более такой смазанной, ротик уменьшается. Здесь появляются морщинки. А если морщинки появились, то для меня это факт, который указывает на то, что человек ограничил себя в потреблении белка, и строительного материала не хватает там в животе. Потому что и у нас постоянно идет обмен клеточный. И если этот обмен чем-то притормаживается или дефицитами построения белков, то вот здесь, ну извините, возникают тоже слабые стороны. И поэтому, естественно, вот много народу обращается с разными патологиями к нам. И уже вегетарианца видишь. А почему у него, если он 10 лет или 15 лет вегетарианит, веганит, у него трещины на верхней губе. Это дефицит, опять же, гормонов, как органов малого таза. Ведь, понимаете, для того, чтобы построить эти гормоны, нужны и белки, и жиры. Ну вот. А животный жир часто веганцы и вегетарианцы, они не кушают. Ну, конечно, у меня у самого была такая практика, 10 лет опыт. Неудачный, я считаю, опыт. Когда я потерял 5 килограмм веса, мышечной массы, они до сих пор не вернулись ко мне. То есть, ну, появился опыт. И я могу говорить о том, что да, это ошибочное. Все-таки для меня это, и то, что я вижу каждый раз, когда к нам приходят веганцы, вегетарианцы, это камни в желчном пузыре, это опущение органов, несостоятельность соединительной ткани, то есть, это селезенка. На каких-то этапах идет подъем, всплеск, потому что организм ставится в определенное состояние стрессовое. Ведь волки тоже могут быть вегетарианцами, когда их внуждает наша ситуация. Ну и вот. Но ведь это временное явление. Если он так долго будет продолжать, он исхудает, он не будет двигаться, и он сам погибнет от зубов других животных. И вот у нас такая же картина. Бог нам создал желудок, значит, мы должны им пользоваться. И он предназначен только для переваривания белков. Ну вот, вот так мы устроены. Но мы, если говорить, видите, о том, что математические модели вот эти существуют, и они очень четко определяют, кто к какому классу принадлежит. Вот, предположим, человек с темными глазами и со светлыми глазами. У них разные доминирующие проблемы. Предположим, с темными глазами, это первый круг взаимодействий. То есть, как это понять? Человек склонен с темными глазами, ну, карие глаза, темные глаза, склонен к нарушениям функции печени. И поэтому он должен обращать внимание больше на свою печенку. А вот человек со светлыми глазами, это как бы человек второго круга взаимодействия, он склонен к чему? Сердечно-сосудистые заболевания, легочные, то есть сосуды страдают. И среди людей со светлыми глазами больше пациентов с варикозом, варикозное расширение вен, когда сосудики вылазят на поверхность кожи. Ну, вот, страдания. И страдания почек. И, естественно, если это мужчина, простата. То есть, светлоглазые чаще посещают урологов, чем темноглазые. Ну, это вот... Это уже статистика. Да, это такая статистика, собственно, которую ты набираешь, работая с пациентами. Ну, и решение вопроса, там же малого таза, оно дольше будет у человека со светлыми глазами, чем у человека с темными. И в то же время, если с печенью говорить о том восстановлении функции печени, оно тормозится у человека с темными глазами. Но все равно оно решаемое, но просто во временном характере оно дальше. Дольше. Александр Симфеевич, как Вы считаете, вот утром человек проснулся на язык, полезно посмотреть? Что можно увидеть по языку? Да, конечно, и язык, вот если мы с Вами возьмем язык, то на языке представительные зоны. То есть, каждый орган на языке имеет свои отметки. И мы смотрим на языке, ага, вот здесь вот соскоб какой-то, или лакированный язык, свет отражает. Значит, здесь проблема почечного характера. При патологии почек мы наблюдаем, как бликует язык. Ну, естественно, посмотрев на язык, можно сказать, что здесь вот проблема, предположим, с позвоночником. И что шейно-грудной переход страдает. Нарушение здесь присутствует, кровообращение. И опять же, нам нужно, рассматривая язык, мы начинаем проводить какие-то манипуляции, и мы наблюдаем, как меняется язык. И те же стрессы на языке, то есть они проявляются как? Отпечатками зубов. Конечно, кто-то, стоматологи говорят, это вот из-за того, что с зубами-то, но ведь, извините меня, и с зубами-то бывает так, что зубы ставят, а стресса нет, никаких отпечатков нет. Нет, но если проверить, один и тот же человек в разные дни может увидеть в разной картине. Конечно, все зависит от стрессов. И вот обычно, если стресс присутствует, длительный стресс, отпечатки зубов на языке, то это точно нужно заниматься еще и желудком, потому что желудок скокожился. Это вот особенность. Поэтому, когда человек открыл рот, и мы смотрим, ага, вот там, где маленький язычок, мы смотрим, ага, если пленочкой затянулось это все там, на этот язычок, то здесь проблема с предстательной железой. И с какой? С левой или с правой больше? То есть доминация. И то же самое и у женщин. Вообще, много интересного. Иногда вот этот маленький язычок, он нам несет информацию. Была одна из пациенток, которая, она сама из Германии, но русскоговорящая, которая родила ребенка, после чего у ней удалили матку. А проходит промежуток времени, и она снова беременеет, рожает еще одного, потом еще одного, еще троих родила. Представьте, четверых пацанов. немцы там не могут понять, как? Но они говорят, ну это если русское, то у русских всегда все не так. А когда я посмотрел ей в рот, заглянул, то меня больше всего удивило, что там язычок, он разветвляется. То есть оказывается, двурогая матка. Один рог удалили, вырос второй. И тогда она забеременела. Хотя ей сказали, что это на всю жизнь, что это... Ну, видите, такие вот моменты интересные, любопытные. Когда рассматривая одно, ты находишь там еще что-то. И, конечно, можно сказать еще про высокое небо. Часто у людей с высоким небом... А что, почему высокое небо отрицается вообще в медицине? Это недоразвитие верхней челюсти. Верхняя челюсть недоразвитая, значит, небо становится высокое. А что нужно? А всего-навсего человеку во время жевания пищи нужно немножко порубить. И, как ни странно, небо начинает опускаться. Конечно, это работы интересного доктора, но сейчас не наша эта тема. Но, тем не менее, ведь и у взрослых, у взрослого населения и смотришь, человек идет, дышит ртом. А дышит ртом, значит, не охлаждается решетчатая кость. И в данном случае регуляторные функции. Мы дышим то одной назрёй, то другой. Автоматика. Подогрев мозга нашего, охлаждение мозга. Если этого не происходит, то возникает большая проблема со здоровьем. Да, конечно. Ну, собственно говоря, этот курс, онлайн-курс по методам функциональной диагностики полезен, в общем-то, для всех. Конечно. И сейчас в интернете мы, по-моему, там уже выкладывали подобные материалы. И где-то ещё раз коснёмся этой темы. Поэтому, друзья мои, вы, если вас это интересует, пишите. И если много таких вопросов, то мы отвечаем на эти вопросы. И даже можно с показом, с рассказом даже, с фотографиями. Но это очень интересно. Но вся идея заключается в том, что, видите, всё остальное, то есть, на одних манипуляциях можно что-то сделать. То есть, поддавили здесь, сместили здесь. опущенная почка, вот такой был интересный случай, когда почка, меня попросили помочь одному человеку, который был лётчиком. И его комиссовали после того, как он катапультировался. Ну и вот, и у него заболела после этого выстрела катапульта спина. И причём так сильно. Ну вот. И, естественно, знаете, он не мог, ну хорошо, не было промежутка большого после его комиссации, да, это где-то прошёл год, как его комиссовали. Ну вот, и меня попросили ему помочь. Ну вот, естественно, рука взял, поздоровался, когда с ним, обратил внимание, что рука влажная, липкая, что он постоянно потеет, что ему постоянно жарко. Я его положил на подоконник, руку запустил туда, сначала мочевый пузырь посмотрел, он напряжённый, болезненный. Затем по мочеточнику и почка, как кусок мыла, чмок, встал на свою исходную. На второй, представляете, это сколько, это была самая, наверное, быстрая моя победа. Человек встал, и у него ничего не болит. И вот здесь уже обнимашки, и мы с ним надолго-надолго подружились, и уже, ну, сейчас уже, наверное, лет 10 он мне, раньше он мне присылал всегда поздравления, а ведь это было как 90-е годы. Ну вот, ну вот так дружили долго. А, то есть, ситуация какая сложилась, ведь летчик, катапульт, почки упали, а теперь чуть-чуть движение и эластичность связочного аппарата, живота, вот, имеет место быть столько времени. Но если бы это было в 70 лет, это было сложнее бы. Но, ведь в армию идут и комиссуют не просто так, но тем не менее сложилась ситуация, когда у него нарушилось кровоснабжение нижних конечностей, и вот достаточно было почкам встать на исходную позицию, кровь пошла в ноги, и он был очень счастлив. Так что, вот такие вот моменты. Можно, Александр Афеевич, мы от вас ждем мастер-класс по работе с печенью, да, Диана Валерьевна нам расскажет побольше. У нас есть, как раз продолжу тему, методы функциональной диагностики. Это на базе авторского метода Александра Тимофеевича, когда вам предлагается поработать с собой, изучить свое тело. Еще раз напомню, что очень важно это делать тогда, когда еще организм не кричит о помощи, и когда эта проблема возникла только в самом начале. вы научитесь определять, какие проблемы у вас есть с организмом, как решать эти проблемы. Ну и там такой достаточно большой курс, в нем много материала, и показано очень много работы с моделью, как справляться с теми или иными проблемами. И следующий курс у нас здоровая печень и желчный пузырь. Ну, наверное, основная проблема, которая беспокоит очень многих, это как научиться жить без желчного пузыря. В Санкт-Петербурге была книга, есть, вернее, книга, она готовится к переизданию, желчный пузырь с ним и без него, потому что как жить с печенью понятно, с желчным пузырем вернее, понятно, а как жить без него иногда это проблематично, и люди ищут варианты, как приспособиться к этой жизни, это действительно проблема. И еще один курс экологичное омоложение лица, на котором вы научитесь поддерживать молодость, здоровье, состояние кожи лица и тела, осанка, от чего зависит вообще красота вашего лица, что она действительно связана с осанкой. Ну, и там тоже также практически примеры на этом курсе, онлайн-курсе, который позволит вам в домашних условиях без инъекций, без операционных вмешательств, что сейчас стало просто каким-то бич времени, все бегут к косметологам, все не боятся резать себя, подтягивать себя, укалывать себя, ну, в общем, достаточно смелые девушки и женщины, но женщинам понятно, иногда, может быть, это и есть уже необходимость, а девушкам нужно научиться заботиться о своем лице самостоятельно. Ну, и, собственно говоря, у нас почему этот курс мы ввели в онлайн, потому что красота лица без здоровья тела, без здоровых органов, с нарушениями функциональными органами систем, ну, не будет. Какое-то время это можно поддерживать косметически, но в результате это быстрое старение и быстрая, в общем-то, потеря свежести и молодости и красоты, потому что это все взаимосвязано. Кому же полезны наши онлайн-курсы? В принципе, у нас ведь центр интересен тем, что у нас есть оздоровительный центр и учебный центр. И онлайн-курсы, они возникли как необходимость познакомить с методом Александра Тимофеевича огромное количество людей. Забросов ведет много и даже сейчас уже мы составляем план на следующий год и нам поступают предложения провести в том или ином регионе вот семинары по методу Александра Тимофеевича. Онлайн-курсы дают возможность сделать первый шаг к познанию этого метода и научиться в общем-то многим вещам. Поэтому онлайн-курсы они полезны абсолютно всем. И тем, кто далек от медицины, и тем, кто имеет медицинское образование выше или среднее. У вас, если вы практикуете, например, собственный бизнес, у вас есть пациенты, эффективность ваших манипуляций, ваших оздоровительных практик будет в разы выше, если вы ознакомитесь именно с этим методом Александра Тимофеевича. Косметологи, я думаю, вряд ли занимаются животом у себя в кабинетах. Они знают эту тему, многие знают эту тему, но не практикуют. В нашем центре начинают заниматься лицом именно через правку живота, скажем так, через восстановление функций внутренних органов, что очень важно. И когда человек, проходя курс висцеральной практики, приходит к тому, что видит себя в зеркало и понимает изменения, ну, это дорогого стоит, могу сказать. Поэтому все, что мы делаем в центре в плане оздоровления наших пациентов, все очень важно и достаточно логично, вот так же, как Александр Тимофеевич рассказал по методу, по схемам взаимодействия органов, то есть мы говорим, привыкли говорить фразу, что организм это саморегулирующая система, ее только нужно запустить. И вот где эта кнопочка, как запустить этот механизм к восстановлению, чтобы он действительно сработал как саморегулирующий, вот это нужно знать. И на этот вопрос отвечает метод Александра Тимофеевича. А вот сейчас я хочу познакомить вас с нашим ведущим специалистом, с преподавателем Академии Агулова Чернышевым Николаем Владимировичем, который я вас поменяю местами Александр Тимофеевич. Да, конечно. С удовольствием. Вот, да. Который как раз таки это один из отзывов, которые я обещала. почему он интересен. Потому что Николай Владимирович учился в Академии Агулова, прошел весь образовательный цикл, получил практические навыки, начал практиковать, работать, получил хорошие результаты, в результате чего мы его, в общем-то, пригласили в Академию уже как преподавателя. То есть он уже может готов, созрел к тому, чтобы свой опыт и свои наработки и свои знания передавать другим слушателям. Рассказывайте, как вы дошли до такой жизни, Николай Владимирович. Жизнь на самом деле интересна. В 2018 году я познакомился вообще с висцеральной практикой. Я попал к Александру Тимофеевичу на прием. После аварии у меня сильно болело плечо. То есть началось приемом? Да, все началось приемом, хотя мои коллеги говорили, тебе надо, ты должен попробовать. Ну, как-то так, я к этому, наверное, халатно относился, знал классический массаж, знал медицинский массаж и достаточно неплохо практиковал. А когда пришел на прием, болел плечо, болит плечо и правое. Ну, вот Александр Тимофеевич как-то такими коротенькими манипуляциями мне что-то подтолкнуло, у меня как-то щелкнуло в животе и резко отпустило, пошло расслабление в плече. Ты прижел с плечом, а щелкнул в животе? Щелкнул в животе и отпустило плечо. Я достаточно сдержанно всегда себя веду, но тогда я не уйдешь, я то, что хочу. Говорит, что мне надо ли это? Александр Тимофеевич сказал, вот есть академия, хочешь, проходи, учись, посмотрим и посваивай. Ну вот, в 19-м году я себе поставил цель и в 19-м, по-моему, году, или 20-м, перед пандемией, я освоил первый и второй уровень и сразу начал практиковать. Я в тот момент работал в банях маршавских и так вот интересно пошла молва, говорит, парень устраняет проблемы со спиной, работая с животом. Волшебник. Да, я всем дарил 10 минут висцерального пассажа, отрабатывал постановку своих рук и заодно смотрел результаты. Не обманули ли меня? Нет, не обманули, я был очень доволен. И как только, вот только-только окончилась пандемия, точнее, когда мы могли уже выйти все на работу, я сразу же ближайший вот курс, там уже третий уровень был, закончил и дособирал обязательные курсы для выпуска и все. и стал действительно счастливым обладателем диплома, я эту задачу выполнил для себя в кратчайшие сроки. Ну и вот оставил заявку, сказал, что я готов сотрудничать, мне было бы интересно продолжить. Это я в декабре поддипломировался и вот 6 марта вы меня пригласили, мы с вами поговорили, а вот после 8 марта, 9 марта я приступил к своим обязанностям. Ну и вы сами видите результаты, очень интересные. Да, результаты очень хорошие, на самом деле, это вот такой яркий представитель, потому что многие заканчивают один уровень, два уровня и уже считают, что могут передавать знания какие-то, обучать и так далее. Просто наших слушателей призываю к тому, чтобы четко понимали, где нужно и у кого нужно учиться. если человек говорит, что у нас по всему миру ученики Арисея Тимофеевича, его именем, конечно же, прикрываются, говорят, я учился, безусловно, какие-то знания получаются уже с первого уровня, но их недостаточно для того, чтобы обучать. Поэтому академия теми хороша, что она находится в одном месте, в центре, здесь не просто есть там предлагаются онлайн-курсы, здесь можно в оффлайне тоже обучиться и достаточно большому количеству дисциплин, потому что в образовательную программу мы вложили те дисциплины, которые необходимы для специалиста по оздоровлению, чтобы охватить как можно больше проблем, с которыми обращаются люди по оздоровлению. Я хочу сказать, что Николай у нас очень инициативный специалист и продвигает очень интересные свои идеи. Вот одна из идей даже подготавливает наших выпускников академии к экзамену. Это тоже очень интересное нововведение, на которое очень хорошо откликнулись наши слушатели. Ну, собственно говоря, Николай Владимирович нас очень-очень радует своими успехами. Мы получаем хорошие отзывы. Еще раз хочу сказать, что это один из примеров, который говорит о том, что можно получить и новую квалификацию, можно научиться помогать людям и делать это очень профессионально и эффективно. Спасибо. Спасибо. У нас следующий наш отзыв. Еще один наш специалист, который у нас закончил три уровня, и мы пригласили его на работу в наш центр. Добрый день. Добрый день. Вот это Евгений Жигалов. Все время хочется тебя Жиглов назвать. Почти. Евгений закончил три уровня и практически всю образовательную программу готовится сейчас к экзамену. Я думаю, что он его успешно сдаст, потому что как человек, который занимается административной работой в центре, я могу сказать, что мы получаем очень хорошие отзывы о обратной связи от наших пациентов. И, честно говоря, есть те вопросы, которые решают наши специалисты под руководством и рядом с Александром Тимофеевичем. Ну, это реально очень такие серьезные вопросы, за которые, не знаю, берутся ли в других вот такого плана оздоровительных центров. Потому что мы, как правило, говорим о том, что мы занимаемся профилактикой, мы занимаемся улучшением качества жизни пациентов, обучаем их самовосстановлению. У нас даже есть в оффлайне семинар, отклонюсь немножко от темы, семинар самомассажа, где человек, который еще не знает, нужно ли ему заниматься висцеральной практикой или нет, но попадая на этот семинар, убеждается в его эффективности, в эффективности метода, и тогда начинается и оздоровление, и в дальнейшем обучение. Человек, который пришел, казалось бы, свое здоровье поправить, в результате выходит специалистом. Женя, расскажи, пожалуйста. Ну вот это как раз ко мне все применимо. Я так пришел сюда не сразу, путь мой был долг и тернист. У меня была одна из так называемых неизлечимых болезней, которая оказывается достаточно несложно излечилась, то есть я кроме методики Александра Тимофеевича Гула еще изучал много других, то есть некоторые другие методики и до того, как начал изучать и после, в общем-то и во время, то есть на самом деле образование стараюсь получить информацию, получить как можно больше, поэтому единственное, что конечно вот эта методика с моей точки зрения самая универсальная, да, то есть изучал конечно и мягкие техники, вот такие там как, например, остеопатия и так далее, да, и жесткие, как ударно-динамические например, да, и так далее, то есть здесь есть такой большой плюс, эта техника действительно универсальная, то есть когда мы работаем, например, с мягкими техниками, не для всех она подходит, да, то есть есть люди, которые прекрасные специалисты, там предприниматели, менеджеры и так далее, но не очень сильно пытаются разобраться вообще, как происходит, что, какое движение, какие энергии, там и так далее, да, и если работать как бы этой техникой, то получается полчаса проходит, руки на него положил, а теперь вставайте и вот там касса за углом и все могут это оценить. Жесткие техники как раз наоборот, они пришел человек, с ним жестко отработал. Он понял, что ему что-то сделали. Результат, конечно, есть, но придет ли он второй раз? После того, как будет очень больно, не каждый человек вернется. Кто-то вернется, а кто-то все-таки посчитает, что мне уже легче, второй раз, это не вынесу, просто не приду. Ну, и крайне редко бывает ситуация, когда с одного раза можно достичь того результата, который бы хотелось, и еще его и закрепить. Да, поэтому нам приходится хотя бы не один раз это провести. То есть к каждому пациенту ты ищешь свой подход. Конечно. И вот эта техника Александра Тимофеевича, она универсальная. То есть пришел человек, ему нужно нажать чуть-чуть посильнее, если он терпит. Если он не терпит, чуть-чуть расслабил. Вот самое одно из распространенных вопросов, которые задают пациента, сколько нам нужно будет сеансов. Может быть, пять, может быть, десять, а может быть, пятнадцать. Как вы терпите боль? Но можно сделать немножечко побольше сеансов, но человек будет ходить до момента, пока он полностью выздоровеет, и пока мы это закрепим, чтобы это обратно не вернулось. Понимаете, на мягких техниках, к сожалению, так не получается. То есть если человеку не больно, или он не получает результат, он не может вам сказать подумайте чуть-чуть посильнее, чтобы мне баба быстрее там выздоровел. так же, как и на жестких техниках, не получается, что вы мне слишком сильно скребком гуаша не работаете, или что-то не вышибаете, потому что сама техника настроена на то, что нужно создать гематомы и так далее. Александр Тимофеевич работает все. То есть это реально универсально, причем я скажу так, я использую все техники, но к каждому человеку, к каждой конкретной ситуации можно подойти, вот взять за базу технику, как Александр Тимофеевич, остальные докручивать. Вот это, наверное, все-таки действительно очень универсальная методика, очень интересная и она очень действенная. Ну, я хочу сказать, да, что она и скоро помощная, поскольку, еще раз повторюсь, что метод Александра Тимофеевича, он уникальный тем, что он позволяет абсолютно любому человеку с разной степени подготовки в плане знаний анатомии и физиологии сделать, в общем-то, ту работу, которую может сделать специалист. А здесь можно самостоятельно многие вещи решить. Я пришел не специалистом и то, что здесь дали, я считаю, что именно здесь дали основные знания по анатомии, по тому, как решать вопросы. Еще раз говорю, я учился в разных техниках, в разных местах и могу сказать, что это действительно одно из самых лучших. Ну, в общем-то, для меня, очевидно, потому что я здесь работаю. Спасибо за доверие, на самом деле, очень-очень здорово, что вам. Я рад, что я познакомился и вот что-то здорово получается. Да, я хочу сказать, что в гражданской жизни Евгений достаточно успешный бизнесмен, в общем-то, но желание приносить пользу и помогать людям как-то вот... Почистить карму всегда надо. А, даже так, да? Ну, тоже неплохо, да. Принести пользу, что-то полезное, что-то нужно. Кого-то спасти. Да. Да, это действительно, потому что иногда люди приходят, они не все о себе говорят, и мы только потом можем узнать о том, что у человека, например, был какой-то диагноз такой достаточно серьезный, но мы в рамках центра не беремся за серьезный очень диагноз, за это не наша компетенция, вот, но улучшая качество жизни, улучшая, именно, усиливая иммунитет, давая именно старт саморегуляции организма, организм решает. Плюс, конечно, как правильно сказал Женя, дополнительные методы, дополнительные инструменты, аппараты, опять же, позволяют решить очень много задач. Мы о них будем говорить в следующем году обязательно, я так по секрету скажу, забегу наперед. есть очень интересная методика с помощью аппарата, который центр приобретает. Мы поделимся своими результатами, сейчас мы тестируем, и все специалисты нашего центра и близкие, и некоторые уже даже пациенты прочувствуют, и наши слушатели, которые у нас в оффлайне учатся, в общем-то, оценили это приобретение, и в следующем году мы поделимся, и я думаю, что вам будет очень интересно. Жень, спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили. Приглашаю поработать нашего ведущего специалиста, ведущего преподавателя, кандидата биологических наук, специалист интегративной медицины и подход Дианы Валерьевны, Романенко Дианы Валерьевны, подход Дианы Валерьевны именно с точки зрения интегративной медицины к оздоровительным практикам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Подход именно интегративной медицины, он является, наверное, на сегодняшний день один из самых перспективных и ведущих методов, потому что он соединяет официальную медицину и те традиции, которые есть в народе, которые скопились, собственно говоря, даже метод Александра Тимофеевича, это как бы основой является тоже то, что вышло из народа, из глубоких, далеких традиций, которыми всегда славились у нас знахари, те, кто занимался целительством, правка живота. Это нормально, это правильно, когда все это соединяется, в общем-то, и на сегодняшний день получает новую жизнь, потому что с организмом ничего не меняется. Единственное, что у людей теперь появился инструмент, после того, как его доработал Александр Тимофеевич, появился инструмент, позволяющий самостоятельно решать очень многие задачи по здоровью. Итак, Диана Валерьевна, у вас самая, наверное, сложная задача сейчас из всех участников. Мы справимся. Не сомневаюсь. Печень. Вот пресловутая любимая наша лаборатория, про которую говорят много, но с которой почему-то поступают не очень вежливо. Ее кормят не тем, чем нужно, ее не берегут, а ведь она терпеливо ждет до последнего. И вот когда мы получаем такое страшное название, как жировой гепатоз, очень часто становится уже поздновато пить боржоми, как говорят в народе. Вот, поэтому вот ваше мнение, вот что нужно человеку делать, как себя вести, какой образ жизни принять, чтобы избежать дальнейшим сложностей и проблем со здоровьем. Спасибо, Людмила Николаевна. Дорогие друзья, интегративная медицина действительно позволяет объединить тело человека в единое целое, не только тело, но и психику. И мы не делим человека на уши, кишки и хвост, и действительно очень много тонких взаимосвязей в организме человека, и одним из таких связующих органов является печень, потому как это самая крупная биохимическая лаборатория в организме человека. Представьте, дорогие друзья, обмен белков, жиров, углебодов, витаминов, гормонов, ферментов, пигментов, орган терморегуляции у плода, сколько много функций несет она одна на себе. И это орган альтруист. Вот есть памятники, в Бельгии есть памятник писающему мальчику. Я бы печени бы нашей поставила памятник, потому что столько, сколько печень выдерживает, особенно у русского человека, сколько печень выдерживает. Дорогие друзья, в преддверии Нового Года я вам хочу сказать очень важные вещи о вашей печени. Мы с вами сегодня действительно задача такая непростая, потому что времени очень мало, а о печени можно говорить бесконечно долго. Я хотела бы осветить вопрос причины, по которым появляется ожирение печени. Это диагноз грозный, но на стадии ожирения печени как раз процесс еще можно остановить, потому как это не конечная стадия поражения печени. За ней следуют более грозные стадии, такие как фиброз разной стадии, а потом и цирроз печени. Человек зачастую, ну подумаешь, ожирение печени, ну ожирение, ну не беспокоит она меня. Дорогие друзья, откуда берется ожирение печени? У этого явления существуют три основные причины. Первая причина ожирения печени. Повышенное поступление жирных кислот в печень. Откуда берутся там жирные кислоты? Это не под той воротной вене, по которой кровь приходит от всех органов пищеварения. Эти жирные кислоты приходят из печеночной артерии, они приходят от периферии. Ну скажем, человек интенсивнейшим образом решил позаниматься в спортзале. Либо человек неравномерно сбрасывает вес, потому что качели по сбросу веса я в своей практике вижу практически ежедневно, поскольку есть методы эффектные, а есть методы эффективные. Поэтому заниматься сбросом веса лучше не через качелю, когда в день по килограмму там не жиры уйдут, там в первую очередь уйдет вода и белки. А вот качественное жиросжигание оно как раз осуществляется примерно по 500 граммов, 800 граммов в месяц. И вот такое, такой сброс веса он позволит вам надолго в общем-то эту стратегию завести в организме и этот сброс веса никогда не вернет вам оставшиеся килограммы. Поэтому если человек неравномерно худеет, опять же вот эти жирные кислоты возвращаются в печень. Вторая причина она, наверное, будет для вас более интересной. Во всех учебниках физиологии написано так. В печени запасаются гликоген, это наш запасной углевод, а потом гликоген в печени расходуется. Дорогие друзья, все, что написано в учебниках по физиологии, это не про нас. По той причине, что мы с вами гликоген, то есть запасной углевод, практически перестали расходовать. Потому что мы столько употребляем углеводной еды, сладкой еды, мучной еды, рафинированной еды, что она до расходования гликогена у нас с вами просто не доходит руки. Что у современного человека? Мы с вами утром открываем холодильник, я думаю, что у всех дома есть холодильник, и нет вопроса поем я сегодня или не поем. Стоит вопрос чем мне себя любимого потешить с утра. Это, как правило, высокоуглеводная еда. До обеда мало у кого физическая нагрузка, а обед достаточно скоро, потому что мы, ну как минимум два раза в день, а в основном это 3-4 раза в день мы употребляем еду, поэтому тот гликоген, который образовался, он не успел израсходоваться. И так до ужина, и так изо дня в день мы не расходуем с вами наши запасные вещества, поэтому печень бы и рада его израсходовать. У нас с вами гликоген, дорогие друзья, находится в двух основных органах. Это скелетная мышца и печень, поэтому если этот запасной углевод не израсходовался из печени и из мышц, даже не тешьте себя иллюзией, что начнут гореть жиры, они гореть не будут, поэтому гликоген накапливается, накапливается и начинает превращаться в триатс в глицеролы, это жир. А вот далее наступает третья стадия, по которой печень, третья причина, по которой печень у нас начинает жиреть, потому что эти, этот гликоген, вот эти жиры точнее, нарушается их бета-окисление, нарушается окисление жиров, потому что мы не двигаемся, потому что их много, начинают накапливаться активные формы кислорода и запускается каскад воспаления таким образом у нас печень просто заплывает жирными каплями можем ли мы сохранить ну насколько максимально вообще сохранить здоровье печени потому что наверное люди привыкли что жировой гепатоз это про толстых людей про полных людей а если человек в общем-то внешне достаточно стройный худенький и ему говорят опять же по ультразвуковому заключения что присутствует жировой гепатоз как да совершенно верно жировой гепатоз это диагноз который чаще звучит по отношению к точным людям но он может прозвучать и по отношению к человеку абсолютно нормальной комплекции дело в том что фруктоза это фруктовый сахар который мы с вами получаем при употреблении фруктов метаболизируется то есть превращается исключительно в печени поэтому все наши фрукта еды и любители фруктов что значит любители фруктов те люди которые съедают более 300 граммов фруктов в день они имеют полную в общем-то опасность получения жирового гепатоза при условии малоподвижности при условии достаточно большой стрессовости в жизни когда есть гипоксия когда есть много фруктозы которая на не успевает перерабатывать когда есть какие-то хронические вялотекущие воспалительные процессы когда есть вирусная нагрузка запросто это может в общем-то вылиться в стеатогепатоз и вот у такой категории людей поэтому данная патология это патология любого человека также впрочем как и инсулинорезистентность инсулинорезистентность может касаться худенькой девочки она может касаться и в общем-то атлета не важно какой комплекции какого пола человек это ну в общем-то это поломка это поломка каких в организме бывает достаточно много также у нас бытовая техника ломается все ломается в организме инсулиновые рецепторы тоже могут ломаться и в общем-то причиной поломки являются и стрессы и голод хотя на голоде часть людей они вылечиваются консулинорезистентность рецепторы получается в чувствительность а кто-то и получает на голоде здесь очень индивидуальный процесс поэтому факторов приводящих к поломке инсулиновых рецепторов много но одна из них дорогие друзья абсолютно точно может быть вами убрана из своей жизни чаще всего не чувствительность рецепторов к инсулину получаем мы когда мы постоянно едим через каждый час полтора вот чего-то ходим кусаем чего-то жуем 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 мы жуем на стрессе мы жуем на радости мы жуем просто так в своей жизни и когда рецепторы не отдыхают они постоянно нагружены нагружены это как компьютер который не перезагружается у которого постоянно висит масса задач он в конечном счете раз и отключается и рецепторы могут себя вести точно таким же образом поэтому самый лучший и профилактикой и лечением инсулинорезистентности являются пищевые паузы кто какие может кому-то пищевая пауза в 4 часа уже поможет но это не пищевая пауза какая-то лечебная это просто пищевая пауза потому что мы должны отдыхать от еды а вот если мы говорим о каких-то диетологических стратегиях то наиболее распространенная пищевая пауза 8 часов мы кушаем 16 часов это пищевое окно это подходит для определенной категории людей если они могут держать эту пищевую паузу в 16 мы здесь не говорим о хронических каких-то сложных заболеваниях там желудка например да если человек не может выдерживать это пищевое окно ему нужно обязательно покушать но это один из способов полечить инсулиновые рецепторы и самый простой на который вообще не надо тратить никаких денег нужно просто закрыть рот дорогие друзья но и пить воду конечно же еще печень очень не любит стрессов да в принципе как и любой другой орган потому что все желчные протоки которых в печени огромное множество они состоят из гладких мышц общий желчный проток желчные пузырь это все гладкая мускулатура друзья мы она не подчиняется нашему с вами желанию это вегетативная нервная система она вообще живет своей жизнью она может в общем-то спазмироваться на может стрессануть от любого фактора который ей не понравится вы переохладились вы попали там какой-то ветер был на улице вы там где-то понервничали вы где-то недоспали вегетативной нервной системе вполне может быть достаточно для того чтобы в общем так какие-то вот свои реакции там спазмирование проявить на желчный пузырь очень любит жиры горечи движения так же как и печень поэтому это тоже три основные правила для здоровья печени желчного пузыря с утра какая-то жирная еда но в том плане что это может быть там сливочное масло или авокадо или какие-то другие любые жирочки желательно полезные конечно это движение то есть мы должны вот в области живота мы должны наклоняться мы должны перегибаться в общем то в любой религии у нас есть наклоны в пол до в русской религии у мусульман это намаз там сколько я не знаю сколько 5-6 раз в них намаз это все вот такие перегибы раньше у нас никогда не было мы о роботе пылесосе вообще ничего не знали у нас и швабры когда-то не было дома мыли пол в наклон я понимаю что я сейчас там могу вас какой-то архаичности вести дорогие друзья я сейчас говорю на языке тела мы можем сколь угодно там менять поколение бытовой техники но тело остается таким же телом каким оно было тысячелетия назад поэтому законы функционирования тела остаются прежними нам нужно двигаться нам нужно расслабляться потому что желчь прекрасно будет вести свою кинетику в желчном пузыре кинетика это движение если у нас будет спокойно диафрагма если мы будем дышать таким глубоким дыханием я про то что на выдохе мы должны иметь больше экспоненту нежели на вдохе потому что углекислый газ именно взбивает желчь но может быть я такими простыми словами говорю но все-таки нас смотрят в основном не не медицинская аудитория поэтому представьте дорогие друзья как вы блендером взбиваете что-то вот бытовым в этой чаше вот таким же образом в общем-то желчи со своими желчными кислотами она должна получать углекислый газ если мы дышим если диафрагма у нас не работает этого процесса не происходит поэтому общем-то и активация парасимпатической нервной системы которая работает в состоянии покоя она тоже происходит именно на выдохе поэтому в русской традиции да и в традиции многих народов всегда были песни а песня это наличие глубокого выдоха и вот эти моменты они как раз набжают организм большим количеством углекислоты это очень полезно для нашей печени для нашего желчного пузыря в одном из онлайн-курсов уроки здоровья центре фенч показывает упражнения когда он сидит на стуле и потом дополнительно еще это упражнение и крутят в одну сторону в другую сторону именно верхней частью туловища происходит такое движение происходит массаж внутренних органов что является очень полезным поэтому всем кто приобретет этот курс там есть несколько упражнений которые прям можно использовать очень практически все время где бы вы ни находились где бы не сидели ну собственно говоря что я бы хотела чтобы ты еще сказала об углеводах и о скрытых углеводах прямо двух словах потому что мы сейчас сталкиваемся с тем что скрытые углеводы нас преследует буквально везде я попыталась в магазине найти продукты без сахаров я их не нашла я среди горчицы искала на полочке ни одной баночки я не обнаружила в которой не было бы сахара вот это как раз тот бич в общем-то нас с вами дорогие друзья обложили как волков можно так буду метафорами уже говорит да потому что промышленность и маркетинг у них свои в общем-то на нас с вами интересы поэтому сахара конечно являются усилителями вкусов поэтому если хотя бы чуть-чуть сахара добавить куда-то в блюдо оно будет наверное более вкусным но какие-то новые оттенки получит поэтому действительно проблема скрытого сахара это скрытые быстрые углеводы сейчас везде добавляют эти сахара посмотрите пожалуйста что нас с вами встречает на полках супермаркетов соусы майонезы вот любые кетчупы неважно горчица хрен все прочитайте пожалуйста упаковку везде скрытые сахара салаты те которые готовы уже в приготовлении я недавно зашла в новосибирске в магазин бахитлей я купила салат из зеленой редьки я начала кушать салат его есть было невозможно редька с сахаром зачем в редьку класть сахар в общем и вот и вот это преследует нас повсюду мало того что полуфабрикаты здесь само собой разумеющиеся потому что все-таки белая мука это крахмал это есть тоже скрытые сахара везде вот в любой еде какую бы мы не купили если только мы не сами готовим эту еду везде нас с вами скрытые сахара в общем-то предостерегают и самая большая проблема состоит в том что мы с вами буквально с нуля начинаем детям давать эти сахара не просто бутылочка с водой для ребенка маленького а чуть-чуть подсластить эту водичку ну чтобы спал лучше метку туда добавить да или немножечко какого-то там сладкого сиропа потом если ребенок там хорошо себя ведет да на тебе конфетку на тебе печеньку потом чуть постарше кока-кола скажем из напитков чуть постарше энергетики чуть постарше начинается водочка а к водочке аспиринчик я сейчас не про скрытые сахара про нагрузку на печень и вот она пошла а потом соответственно взрослые люди что у нас там алкогольные возлияния вот и вся нагрузка на печень ложится плюс к ней еще лекарственные препараты поэтому она бедная не отдыхает у нас в общем-то никогда от наших с вами вот таких ну не очень лицеприятного такого поведения поэтому огромное множество стало на печень ложится той нагрузки которой она не приспособлена эволюционно поэтому мы с вами видим ожирение у маленьких детей ожирение у подростков не говоря уже о том что лишнего веса очень много у людей но другого возраста вот отсюда и идут те нарушения поэтому когда мы видим в общем-то ребенка пяти-шести лет с ожирением я как специалист превентивной медицины вполне себе могу представить что ожидают этого ребенка через 20-25 лет это будет в общем-то точно гипертоник с высоким уровнем холестерина в крови и если это мужчина то с высоким риском смерти от инфарктов и инсультов после 45 лет да дорогие друзья и это начинается с самого юного возраста когда мы кормим наших деток сахарами а сейчас новый год скоро и самый большой враг в семье такого малыша это бабушка которая повезет ему огромное множество сладостей дорогие бабушки нет точнее так дорогие родители устраивайте пожалуйста шмон своим бабушкам перед тем как они войдут к вам в дом и принесут вам вот эти запрещенные продукты в ваш дом пусть это будут какие-то продукты пэпэшные да такого правильного питания поэтому вот пожалуйста думайте над этим потому что наша с вами промышленность сейчас предлагает нам только но много продуктов вредящих для здоровья не говорю за все потому что маленькие хозяйства нам все-таки делают делают очень много хороших продуктов но в своем большинстве мы не задумываемся над тем что мы постоянно кладем в рот огромное количество сахара я ему объявляю войну давным-давно объявила правильно инсулинорезистентность опять же еще в двух словах которая ведет к сахарному диабету как правило да на твой взгляд как специалиста именно превентивной интегративной медицины можно ли избежать вообще сахарного диабета а если он есть сахарный диабет 2 типа можно ли с ним справиться да это очень быстро потому что у нас уже прим нет у нас уже александр тимофеевич готов с моделью показывать про печень ну вот очень важный вопрос как именно к специалисту интегративной конечно можно конечно можно в общем-то часть рекомендации уже прозвучал это контроль сахаров это движение это множество движений потому что гликоген у нас горит когда работают скелетные мышцы у нас сгорает лишняя глюкоза у нас происходит омовение такой свежей кровью в общем-то и конечно прием и нутрицептиков прием потому что в нашей жизни много есть и продуктов которые повышают чувствительность к инсулину так называемые инсулино-сенситайзеры частности дорогие друзья это витамин d это омега это магний это таурин это все в общем-то вещества которые повышают чувствительность к инсулину поэтому неважно в каком они виде будут у вас в продуктах питания или в отдельных каких-то добавках как угодно уже пожалуйста здесь решайте выяснять эти вопросы приходите к нам на консультацию мы консультируем людей и конечно висцеральные практики в данном контексте они очень помогают потому что свежая кровь приходит к внутренним органам мы омываем и кровь мы омываем рецепторы потому что основные рецепторы вот эти самые глюкоза интерстициального пептида они находятся в кишечнике те которые в общем-то запускают процессы вот инсулино-резистентности сахарного диабета и у нас было огромное множество случаев когда мы вот диабете который имеет повышенный уровень глюкозы приходит к нам на прием и меряем ему уровень глюкозы до процедуры меряем уровень глюкозы после процедуры на единицу полторы у нас сахар падает поэтому конечно заниматься своим здоровьем нужно нужно комплексно и висцеральные практики в контексте этого не они одни но фундаменте несомненно повышают качество жизни и решают вопросы с инсулино-резистентностью и с сахарным диабетом и к сожалению спасибо тебе большое для наших слушателей я хочу сказать что я на валерье на является еще раз напомнить специалистам ведущим специалистом академии оголова ведущим преподавателем кандидатом биологических наук и специалистом превентивной и интегративной медицины это очень важно она у нас читает много семинаров образовательной программе поэтому приглашаем вас не только приобрести онлайн продукты которые мы предлагаем сегодня к распродаже но и к нам в академию на семинары спасибо ну сейчас у нас александр тимофеевич покажет мастер-класс после такого хорошего рассказа дианы валерьевны по печени желчному пузырю потому как поддерживать функциональное состояние конечно прежде чем что-то делать нужно посмотреть где берег от чего поплыть вот если мы с вами возьмем руку на стену она конечно волнуется но волнение это тоже тот механизм когда он сразу показывать все слабые стороны его здесь конечно бы но это нужно будет потом подойти чтобы мы с почечками чуть-чуть ну есть вот она влажная рука а вот с этой стороны видишь она суховатая и вот эта сухость она показывает что вот у насти с правой стороны там где у нас левая доля печени она первая всегда попадает нагрузку это из нашего опыта и естественно нам нужно будет снять это напряжение с левой доли печени а правая скорее всего она без проблем теперь такой вот маленький вопросик не подхрапываешь дома когда спишь не знаешь ну ладно я попрошу тебя приляг на спину а так коленочки можно согнуть чтобы максимально расслабился живот вот иногда нам приходится работать женщинами с азии а там естественно хиджабы и все прочее тогда приходится работать через ткани но я думаю что если покажешь ность то ничего страшного до живота давай-ка и вот обращается внимание на что на первое что вот она молодец что он на теле нет ни одного они на ни одной папилломки ни одной ангиомки ангиома обычно появляется тогда когда печень плачет это слезы печени на всякий случай ну вот и если посмотреть то вот с этой стороны вот если со стороны головы зайти то здесь как бы выступающая реберная дуга и она говорит что вот как раз левая доля печень печень она в напряжении ну вот и первое чего мы с вами должны начать это луковицы 12 перстной кишки как бы разделив вот это на три части то граница раздела между вторым и третьим отрезком вот здесь должна находиться как бы локовицы 12 перстной кишки и вот при надавливании вот здесь боль есть а вот так и вот сюда и вот так вот так сюда сейчас немножко стрессовая ситуация значит это более-менее спокойно а вот теперь вот отсюда с движение печеночки вот здесь есть напряжение какое-то и вот нужно подождать немножко в время выждать для того чтобы это напряжение исчезла то есть луковица у нее спокойно и расслабленная и желчь обычно истекает все теперь чуть-чуть еще левее здесь боли есть вот так чуть-чуть и вот этого чуть-чуть достаточно чтобы печеночка как ну образно сравнить с мочалкой мы ее должны быть выдавить состоявшиеся вот дискомфорт и болезненности она идут они идут откуда от того что давление создается во время поддавливания от протоков печени от скажем так сосудов которые в котором застаивается кровь и вот как только боль уходит дискомфорт уходит мы двигаемся дальше то есть мы выполнили свою функцию то есть мы улучшили состояние этой области и печи начинает нормально функционировать конечно здесь можно поверить померить и температуру попа так вот боли нет есть чуть-чуть и вот здесь еще одна интересная особенность нашего организма если мы прорабатываем вот эту левую долю то улучшается состояние селезенки и как ни странно или может быть это уменьшается скажем плаксивость человека даже иногда меняется вкусовые ощущения вообще что касается детей то часто приведение в норму области печени она способствует тому что ребенок который ходил на цепочках он перестает ходить на цепочках то есть мы влияем как бы на центральный генез на нервную систему перестала здесь болеть а теперь уже вернемся сюда в область желчного пузыря здесь боли нет если без проблем то здесь в основном застой левой доли печени здесь еще есть немножко и тогда мы что делаем еще немножко колик коленочки пара покруче с огней и вот так вот можно положить тело и теперь вот отсюда взять и поддавить потихонечку вот так боли нет отлично а теперь вот отсюда чуть-чуть и это чуть-чуть надо убрать чтобы не было напряжение вот все да или есть теперь еще чуть-чуть повыше и вот это все напряжение она уходит как ни странно корень языка он отекает если отечная печеночка если застой в ней то храп прекращается после продавливания ну вот после того как мы это сделали теперь берем ножки теперь вот в эту сторону повернули и здесь можно просмотреть и селезеночку а нет ли здесь вот боли вот так без боли но отлично теперь чуть-чуть повыше копегастрия здесь есть боль вот надо ее убрать то есть это напряжение плотность она уходит к счастью и орган начинает работать самостоятельно если же через день или на следующий день пациент приходит у него вернулась все в исходную позицию то чаще всего это связано с паразитозом и нам потребуется некоторое время чтобы определиться какой тип паразита то есть к сожалению никто не застрахован от того чтобы скушать вместе с пищей какое-то яйцо паразита но это конечно не будем это обсуждать пока чисто механика перестала здесь болеть еще разочек скрученной позе здесь прошли более не да ну отлично здесь отлично теперь можно что сделать взять чуть-чуть вот таким то образом простучать или вот так так нет боли так так ну к счастью нашего пациента него не очень плохо плохого здесь ничего нет с печенью ну и вот такое поддавливание но лучше только функцию будет лучше работать кишечник лучше пищеварения так что масть и еще раз язык покажи секундочку и немножко нужно будет разобраться с неврозом потому что тут отпечатки зубов на языке которые нам говорят о том что здесь нервная система немножко так сказать возбуждена если мы ну как бы чуть-чуть продолжим такой урок луковицу проработали теперь нужно взять посмотреть состояние поджелудочной железы и вот здесь одна тоже интересная особенность если мы с вами возьмем на ноге зона возле зона напряжения на чувствительные или болезненные вот этот участок вот с этой стороны и с этой стороны где более чувствительные на левой ну вот тогда мы делим уже как бы на три части опять и границы раздела между первым отрезками вторым здесь поддавливаем здесь нет более теперь вот сюда чуть-чуть смещаем руку здесь без боли до теперь сюда по представительству то есть мы через желудок поддавливаем эту поджелудочную железу она как бы под желудком все здесь нет и наконец вот сюда здесь чуть-чуть и вот как раз хвостовая часть и поэтому чувствительность на ноге здесь выше и когда здесь застой или сброситься застали застоявших кровь в области поджелудочной железы как только сбрасывается застой уходит здесь обезболивается там зона она исчезает напряжение все отлично вот теперь опять сравним и здесь здесь одинаково отлично ну будучи модели нет но девочка хорошо выглядит изменить молодец в вашем центре не могут по-другому выглядеть сотрудники вопросов очень много пришло наверняка мы в рамках этой этого эфира не не на все сможем ответить но друзья мои кто задает вопросы пожалуйста делайте их более лаконичными они надо расписывать весь диагноз более лаконичными и поконкретнее потому что таким образом мы же сейчас не сможем ну как бы александр тимофеевич вас там сказать полностью там алгоритм как лечить наша задача по тем признакам которые вы озвучиваете дать направление путь к оздоровлению и так сан тимофеевич вот после приема пищи через полтора часа начинается отрыжка сильная и тут же давление поднимается причем женщина пишет что сидит на диете непонятно на какой но на диете в чем причина и что делать вот здесь я предполагаю что проблема с привратником желудка то есть это как бы можно отнести ну я предполагаю что стеноз привратника то есть что такое стеноз привратника это когда сфинктер не открывается то есть привратник не выпускает пищевой комок из и тогда он начинает подкисать и тухнуть то есть если зайти в хирургии где лежат пациенты которые готовят к операции по поводу стеноза привратника то у них одна общая особенность это вот отрыжка то есть они покушали появляется и причем тухлая отрыжка ну вот и выход какое из положения попытаться расслабить привратник желудка если желудок расслабляется он начинает управляться вегетативной системой здесь вот особенность если желудок если желудок и привратник напряжены они неуправляемы становятся и поэтому хуже пищеварение хуже системы работает а в уголках рта обычно появляется заедать трещины это вот как раз как один из факторов указывающий на стеноз привратника ну в общем бессеральной практике ну и получается что если газовое облако тоже формируется и в желудке и даже пищи залеживается то получается что напряженный желудок поддавливает надпочечник и вот здесь начинается кортизол и возникает по кругу следующий вопрос много лет нулевая кислотность желудка нулевая наверное там висцеральный массаж сможет помочь нормализовать как раз самом начале я говорил о том что если спазмирован желудок то нарушается кровоснабжение стенок стенки желудка как той которую часть прилегает за брюшином пространстве который спереди когда этот спазм уходит то пониженная кислотность она приподнимается повышенной она снижается то есть организм сам включает саморегуляцию то есть желудок имеет свой мозг этот мозг регулирует сам процесс нужно просто создать условия чтобы не мешали его регуляции и одна из помех это напряжение это спазм конечно этот спазм как бы себя проявляет ну достаточно но относительно предположим там на губах я уже объяснял там носовых ходах кожа на на носу меняет свою структуру стернах люди на среду с мышца которая имеет тоже отношение к желудку с левой и с правой стороны тогда голова поворачивается естественно на бок и человеку так удобнее разговаривать или так удобно зависимости от того какая кривизна проблеме ну вот то есть в любом случае висцеральный массаж он не помеха нет как раз он не помеха и конечно иногда если бывают такие случаи когда к нам приходит пациент который казалось бы готовилась к операции провели какую-то вот такую манипуляцию и операцию отпадает знаете здесь написали что много лет нулевая кислотность то есть предположение что когда-то она была нормальная ну конечно и здесь нужно чуть-чуть поработать и мозгу желудка не мешать но для этого нужно создать условия и условия чем она еще питается во первых во вторых естественно снять спазм и это напряжение и кстати желудок это орган который очень быстро восстанавливается вот он просто удивительно когда иногда пациенты приходят с предъязвенным состоянием отработали но пару денечков внутри денечка смотришь желудок уже не болит он и пациенту говоришь а знаешь давай-ка так съешь вот тот тот то что у тебя раньше вызывало проблему он мест и нет проблем и вот в этом плане очень удивительно как-то мы были на отдыхе и там не обратил внимание на одного индуса у которого болел желудок у него трещина на губах у него губа вся такая как будто сухая как будто обожженная солнцем ну вот ну а я же как на работе мне интересно да заодно проверить свое знание английского языка ну я ему говорю извините у вас что желудком он так на меня глаза открыл вот вы откуда знаете что у меня желудком делаю я же русский доктор а что нужно делать давайте вечером подойдете ему но больше всего меня удивило то что за одну процедуру я убрал все напряжение в области желудка и на следующий день он счастливый приходит ко мне и говорит вы знаете у меня все перестало болеть а доктор меня лечил столько времени ну вот я говорю давай-ка так что ты что тебе запрещено съешь сегодня а потом мне скажешь он все съел что запрещено она все переваривалась то есть это еще раз говорит и живительная сила у человека и в то же время сам механизм восстановление желудка он достаточно такой простой как казалось бы следующий вопрос делаю самомассаж печени и делаю раз в неделю у специалиста но немного пожелтела кожа видимо желчку у нас полностью не отходит можно ли вылечить без лекарств я думаю что нужно попытаться просто там очевидно застой желчи то есть луковица 12 перстной кишки плохо расслабляется идет остаток ну и естественно если желчный пузырь наполнен желчью которая не сбрасывается то можно предположить что есть обратное всасывание иногда такая ситуация наблюдается и тогда язык становится желтым налетом а у человека появляется слабость то есть как бы интоксикация состоявшийся желчи она не у всех но она бывает поэтому я думаю что чуть-чуть надо подработать уделить внимание именно протоком и луковицы 12 перстной кишки а потом уже обсуждать печенку следующий вопрос скажите о курс здоровая печень и желчный включает ли стиральный массаж живота смысле в тот курс который предлагается в любом случае здесь и желчный пузырь хотим мы этого не хотим и продавливаем или восстанавливаем функцию то есть выдавливается застоявшийся желчь желчный пузырь начинает включаться другой вопрос нужно обязательно провести тех технические действия которые мы рекомендуем потому что если их не проводить то мы можем возбудить печень и желчный пузырь а тока если не будет то естественно возникнут боли и дискомфорт ну то есть курс здоровая печень и желчный пузырь он включает манипуляции на животе включает манипуляции на печени и поскольку мы говорили еще раз возвращаемся к тому что печень это один из органов которые входят в круг взаимодействия органов по методу агулова соответственно отрабатываются все органы которые дали дальше задействованы и желчь практически кто участвует во многих обменных процессах то есть ни одного наверное обменного процесса или работа органов без желчи не обеспечивается желчь надо так следующий вопрос над попком при надавливании живота чувство уплотнения что это может быть над попком противопаразитарку пропила живот уменьшился и стал не вы знаете здесь сложно сказать что может быть плотностью если сам по себе живот рыхлый то вы можете достать и до позвоночника но такое тоже да такое тоже бывает но здесь нужно все-таки чуть-чуть знания анатомии и физиологических процессов поэтому конечно если иногда бывает так уплотнение не только с луковицы 12 перстной кишки но иногда желчном водящие пути они тоже но здесь опять надо смотреть какая какое расстояние от пупа до мечевидного отростка насколько она большое насколько она длинная или короткая и поэтому короткое промежутком наши это анатомическая особенность у каждого то здесь слишком много участков который попадает в зону пальпаторного исследования поэтому все относительно нужно смотреть по анатомии так следующий вопрос тоже по теме печени скажите пожалуйста начала проминать живот и желчный сначала все хорошо стало по утрам выпив водичку бежала в туалет но через некоторое время стало как застой и желчный журчит и старая и появился дискомфорт кишечнике ну здесь однозначно если конечно жители москвы то на консультацию чтобы подсказать где недоработка ну а так попытаться поискать ну поэтому мы и приглашаем иногда наших слушателей и к нам в академию на оффлайн семинар самомассаж где специалист поможет найти нашу печень и желчный подсказать и подсказать поставить руки и тогда вы уже можете работать а вот кто не может нам доехать в оффлайн ну тогда курс жачки печени желчный пузырь вам в помощь но еще возможно консультация по телефону можно еще переговорить так еще следующий вопрос добрый вечер что делать если у человека так называемый козий кал приходится пить ежедневно препараты только как можно и только так можно опорожнять кишечник пробовала стену касторку это помогает вообще это не выход из положения конечно вот я как бывший спортсмен когда у нас сильные тренировки и нам запрещали пить то вот как раз тот вариант когда пересушенные каловые массы они двигались естественно запоры формируются может быть нарушен просто питья питьевой режим чаще всего нарушение питьевого режима и поэтому нужно обратить внимание сначала провести вот такой вот вариант когда вы пьете теплую воду рекомендуется даже час за час до еды и час после еды примерно так сутра обратить нужно внимание на это естественно если поддавливать то все системы еще лучше работают но часто дефицит воды больше может быть клетчатки потом питьевый режим здесь нужно было написать какого цвета каловые массы то есть козий горох это чаще всего все-таки обезвоживание ну я думаю что слушательница нас услышала так следующий вопрос как быть и помочь себе проблемы жкт был стресс 9 лет в 18 оперировали язву привратников 30 удалили аппендикс почти 50 лет удалили желчный пузырь проблемы кишечника всю жизнь запора ну опять возвращаемся к тому что нужно профилактировать то есть нужно поработать с печенью добиться того чтобы наступила компенсация и конечно здесь уже не одна печень здесь нужно уже работаю с кишечником и скорее всего там может быть даже и с аорты не все в порядке то есть нужно смотреть и кровоснабжение самой печени то есть там но это уже я думаю что хотя бы нужно для специалиста показаться у специалиста прежде чем при таком обилии операции работать но тем не менее тем не менее если нет возможности такое попытаться опять же я хочу сказать уважаемые слушатели вот с 9 лет у человека такие проблемы 9 18 30 50 такие веки если вы в 9 лет когда все было возможно решить на решили правильно эту задачу здесь даже нужно время время но не бросать работать 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 столько проблем поимел потому что изначально было видимо неправильно стране если по себе сказать я периодически делаю профилактику но профилактику где-то проще я взял посмотрел по руке какая точка более чувствительная тут же руку запустил все живот начинает нормально работ функционирует ну то есть конечно и для студентов как показательный вариант такой же вот самодиагностика она здесь обязательно вы не побежите утром в поликлинику сразу же тем более многие очень заняты себя продиагностировать и почему такая проблема случается это в общем-то полезно чтобы не допустить вот таких вот процессов следующий массажист пишет в моей практике одной клиентке сделала висцеральный массаж и на пятом массаже у нее у него где поджелудочная железа образовалась большая черная гематома сверху несколько жировиков что это может быть вообще я могу предположить что вы передавили перестимулировали процесс перестимуляции ну конечно его никто не отменял поэтому работать нужно мягко без того чтобы пациент кричал от боли такого не должно быть до легкой легкого напряжения под рукой или скажем на троечку если на пятерку это сильная боль то на троечку это умеренной которую можно терпеть и вот на этой троечке вы должны отработать и тогда не синяков не будет не будет никаких образований ну естественно и болей не должно быть то есть здесь вот массажист просто не знает технику висцерального массажа ну да то что одно дело работать с поверхностью дело другое дело работать с внутренними органами здесь мы вот массажистку зухру приглашаем на обучение тогда не будет таких проблем следующий вопрос скажите пожалуйста как нужно правильно лечить и желчный пузырь если есть камни какой массаж и питание поможет вылечить ее как нужно правильно питаться тем у кого уже нет жалчного пузыря я хочу сказать что это все есть вот в курсе да в курсе там все есть но здесь нужно понимать что если скажем камни в желчном пузыре были и удалили желчный пузырь то нужно понимать что в самой печени часто бывают тоже камни и это можно посмотреть в открытом доступе правда американские сайты это университет хопкинса где там непосредственно там где занимается патологиями печени то они показывают вот печень сама вот желчный пузырь с камнями вот камни там поэтому друзья мои нужно работать работать с печенкой понимая что улучшая состояние печени то из нее камни тоже начинает уходить то есть они за счет того что вы улучшаете состояние микроциркуляцию печени конечно может быть кто-то часто мне говорят агулов вот ты я вот хирург я видел печень ты хоть видел я говорю только в морге но и в то же время сколько народу которым мы помогли с этими камнями его помогли улучшить состояние печени вот поэтому здесь однозначно сказать нельзя и в то же время только труд чтобы решить эту проблему нужно хотя бы начать их решать и конечно изменить питание нужно чтобы обязательно если вы кушаете мясо то обязательно жиром потому что жир это щелочь который нейтрализует отрицательные свойства мяса если вы и каждый день с утра хотя бы сливочного масла грамм 20-30 как в армии поэтому это все нужно для того чтобы желчь отделялась чтобы она не застаивалась и вот поэтому часто у вегетарианцев и веганцев мы наблюдаем формирование камней в желчном пузыре и самой печени нарушен отток следующий вопрос и сан тимофеевич расскажите о возможности голодания плюс и стиральной методики можно ли таким способом вывести камни желчного размером до 20 миллиметров вы знаете в любом случае здесь нужно понимать что временная передышка от перегрузки пищи полезно и я даже в некоторых ситуациях рекомендую с использованиями даже может быть это для вас дико покажется но содовая вода вода то есть когда ее ph где-то в пределах там ну скажем так восьми восемь с половиной ph и вот голод на такой воде он дает очень интересный результат когда уходят миомы когда уходит какие-то образования то есть организм если посмотреть кровь а у нас стоят имеется микроскопии когда мы можем посмотреть состояние крови и вот здесь когда человек видит когда он выпивает стакан содовой воды или щелочной воды как эритроциты себя ведут как форменные элементы то есть на какой-то промежуток на час сначала на полчаса потом на час на полтора на два часа кровь становится идеальной и во время голода вот это состояние крови оно очень полезно и нужно и поэтому не зря в спорте используется и помните я уже упоминал о том что олимпийские игры когда в мельбурне выиграли 50 золотых медалей от на чем выиграли опять же сода соду пили соду капали вены в конце концов клизмы делали ну вот и даже был такой случай когда инвалиды мне вручили памятную медаль за то что они выиграли чемпионат мира используя содовые растворы а это не допинг это просто улучшение состояния ведь у нас с вами те продукты которые накапливаются в крови это кислоты то есть молочная кислота мочевина и это усталостный фон как только приняли стакан опять же щелочной воды то вдруг ты как терминатор становишься да то есть усталость и спортсмены из зала спортивно уже не выгнать потому что он нормальная энергия движение вот здесь вот эта хитрость которую в спорте нужно обязательно использовать я вам это говорю как мастер спорта бывший правда но души не бывает и не бывает но если нужно что-то где-то продвинуться стакан соды воды следующий вопрос подскажите ему через целый год от того что что-то душит в горле и никакие полоскания не помогают думаю что может печень холестерин повышенный подскажите что не немножко здесь такой вопрос конечно конкретные не конкретных да и нужно сначала потрогать руками посмотреть представительные зоны в участке конечно здесь обычно предполагать обычно всегда предположение это все это может быть пустой воздух мы разговариваем пинаем воздуха не решаем задавали больше конкретики можно ли убрать кислопечень и массажем размер кисты на границе правой и левой доли 2 и 7 на 1 и 9 а какая она жидкостная тоже не написано потому что часто за кисты кисты и на каком аппарате она исследовалась получилось и вообще тут много но тем не менее тем не менее есть отдельные результаты когда я знаю ну священник один ко мне приезжал я ему давал домашнее задание и он решил много много проблем то есть я ему давал он на неделю уезжал заданием там сделает следующий шаг сделает следующий шаг следующий вопрос как вылечить геморрой 1 2 стадии какой массаж упражнения какое питание лучше вообще геморрой всегда лечили пиявками во все времена но перед этим нужно конечно подготовить живот подготовить живот подготовить печень потому что часто при интоксикации печеночные появляется там проблема и собственно если мы с вами говорим о том что такие заболевания как болезнь жильбера или бельрубин повышенные что они делают печень становится более жесткой и вот эта жесткость печени способствует тому что поддавливается полая вена и скорость крови меняется и 1 на это реагирует как ни странно это прямая кишка и получается что в прямой кишке идет накопление продуктов распада и получается как кингстон сброс идет ну вот мы конечно мы этого не понимаем но нам приходится ставить пиявки и часто бывает постановка пиявок на эту область дает то что 1 2 пиявки и сдохли 5 штук поставили а 2 и сдохли и удивляешься человек живой живет нормально а пиявки подохли достаточно было крови на ассоцией следующий вопрос аденома простаты как помочь с аденомой здесь особая работа но по крайней мере можно сказать нужно работать с тазовым дном и конечно с почками потому что чаще всего конечно левая долька при пристательной железы страдает кальцинируется но если бы посмотрели тазовое дно что там творится к сожалению урологи туда как бы в руки не запускают это не их а граница ответственности но иногда у нас получается причем чаще получается чем тогда когда неудача конечно я ни в не говорю что вот у нас все решается если неудача но в таком здесь все зависит и возраст человека на возраст человек и его психологическое состояние готов ли он все это дело делать потому что где-то нужно там клизму сделать где-то свечку сделать даже сделать комплекс это комплекс и ты с ним беседуешь подсказываешь и ему только что остается контроль вот он делает контроль это может быть по на парате фоль или на по пусть это будет ряда раку или потому что как оценить а по цифрам насколько каждый орган имеет свою проводимость если эта проводимость падает то до каких-то цифр это ну скажем так идет изменение самой ткани дегенеративные процессы а есть уже цифры которые было указывают конкретно что здесь он к процесс и поэтому где-то нужно отправлять в другое место а где-то можно попытаться если цифра начинает подниматься и приходят предполна цифру 50 65 или 60 хотя бы то это флаг в руки это решение вопроса вот чем дело ну то есть надо да это нужно смотреть это же на консультацию это уже конечно не любой пианин не 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 любой пианист сыграет там произведение моцарта но к этому надо стремиться следующий вопрос дочь 25 лет диагноз поликистоз яичникова проблема с беременностью сколиоз позвоночника грудной отдел можем ли помочь я думаю что будем говорить сначала про то что облегчен а потом уже про все остальное потому что там часто сопровождающие патологии и в том числе если патологии шейного отдела то вот это патологии шейного отдела она вызывает еще проблему сосудов малом тазу сколиоз позвоночника грудного отдела ну грудная там где грудной там и шея следующий вопрос кислый привкус во рту постоянно почему я считаю что здесь уже нарушение идет и поджелудочной со стороны поджелудочной то есть этап сначала застой в желчном застой в печени а потом уже идет застой в поджелудочной вот один из этих этапов сопровождается ощущениями вкусовыми то есть это может быть привкус меди у кого-то у другого привкус железа у третьего следующий вопрос берегу соли во рту красный язык в течение года беспокоит какие продукты кушает вопрос не рассказал следующий вопрос добрый вечер какими манипуляциями на животе можно справиться с опущением органов малого таза вы знаете здесь нужно работать со всеми органами потому что это как бы функциональное опущение здесь может быть и собственно кровоснабжение матки то есть и вот эти флексии боковые задние или выпадения но понимаете одно часто сопровождается и проблем мочевого пузыря то вот здесь нужно смотреть подвздошные артерии и часто подвздошные артерии слева и с правой стороны отходят маточные артерии эти маточные артерии часто забивается холестерином и вот тогда возникает такая проблема но это должен смотреть уже специалист либо вы должны сделать исследование доплерографии посмотреть и вздошные артерии это еще опусти опущение органов это не приговор нет ни в коем случае тем более если может быть человек возраст не написал еще сохранен тут есть имеется случай когда и в возрасте там 70 лет 73 года вот совсем недавно женщина была в принципе там все благополучно получилась решилась можно ли помочь без операции при пупочной грыжи конечно здесь смотреть насколько она далеко зашла то есть бывает так что вот два или три пальца входят туда в эту пупочное кольцо здесь конечно мы уже опоздали здесь уже нужно искать бабушку который заговаривает с другой стороны конечно чудеса бывают но я наблюдал 1 1 однажды был такой случай когда дед у которого там чуть не кишка вываливалась и бабка заговорила насколько вот наш мозг восприимчив к разным но я ни в коем случае не говорю что вот нужно всем заговаривать но это способ воздействия на человеку происходит логической какая-то ситуация когда все затягивается это в возрасте после 60 это удивительно диастаз живота поможет ли висцеральный массаж и диастаз облегчит но вы должны понимать что диастаз он возникает тогда когда живот постоянно раздутый то есть у детей маленьких когда живот раздутый в ребенка просишь ребенка чтобы он приподнял голову приподнимает у него диастаз родители в шоке потому что у него еще и к тому же паховая рыжая или там если девочка пахово-бедренная и что делать первое что отказ от булок от плюшек от сладкого ну и убрать вздутие живота и конечно на первых этапах для того чтобы погасить это газовое облако используется укроп тмин ну вот а так то вообще то нужно привести печень в порядок у детей кстати очень часто проблемы с печенью из-за картофеля дети любят картошку особенно вот по весне когда солонина много это токсин который формирует картофель он по весне начинает цвести и вот этот солонин он отрицательно воздействует на детей и на печень вот тогда возникают проблемы вот интересный вопрос у внука ему 8 лет энурез в ночное время суток мальчик почти каждое утро просыпается сырой днем все хорошо как помочь ребенка чего может быть вы знаете мы тут с друзьями в бане паримся и однажды приехал с америки парень в общем то мы с ним давно знакомы и он приводил сам пролечился у нас и семью приводил и он показывает на меня своему сыну ты помнишь его да помню он мне так больно сделал больно а ты знаешь ты не помнишь что ты обоссал извините всю квартиру запах стоял такой и никто не мог помочь а вот он помог и всего две процедуры а там какая ситуация у мальчишки был спазм мочевого пузыря а мочевой пузырь мозгом если он спазмированный не контролируется и он всегда писается днем то он еще таскать какая-то какой-то рефлекс срабатывает а ночью он не работает и вот что я сделал я прокачал почки снял напряжение с мочевого пузыря ну и как говорят крючок есть такое такое понятие как психологические крючки ну вот и говорю им вот с этого момента ты счастливый с этого момента ты в любом в любом месте где тебя где наполнен свой мочевой пузырь он тебя всегда разбудит и ты сходишь туалет даже спать и будешь продолжать спать и вот этот крючок который я ему продиктовал он сработал и всего две процедуры и он перестал квартира перестала пахнуть они и конечно он сразу застеснялся и говорит ну извините что я так сказал так еще один вопрос подскажите пожалуйста внучки 11 лет много солей в почках отличить много солей в почках это опять пища первую очередь ну вот и конечно нужно убрать перекисление ребенок перекислен это в моем понимании и тех специалистов которые работают просто можно увлечься одной пищей который перекислила а чаще всего это булки чаще всего это питание питание да будем говорить так опять нрс нужно решать решить проблемы в семье у ребенка тревога боясь потому что все что он слышит виде чувствует дает напряжение телу ночью у него все функции ослабляются представьте почки это орган который реагирует на страх почка поража порождает страх и почка поражается страхом и поэтому часто вот эти проблемы они из-за слабых почек если почка приводится в порядок а что значит при бы привелась порядок вареная свекла не должна окрашивать мочу и вот уже на этом уровне руки не потеют тело не потеет а у ребенка психологически страхи начинает уходить он перестает бояться даже у взрослых людей если посмотреть почечников они все боятся всего психосоматика на таскать играет с ними злую шутку такую скажите пожалуйста внука 12 лет ноги и руки постоянно влажная кожа бледная для своего возраста очень высокий 175 а это вот как раз слабость почек это четко слабость почек и причем одна рука нужно можно посмотреть взять чтобы две руки показал какая из них больше течет со стороны более ослабленной почки функционально больше воды тут видимо 12 лет 175 рост ну что же это может быть тоже конфликты его потому что он стесняется своего роста все на 7 лет скрежет ночью зубами пару лет уже что может быть но это бруксизм называется но вообще-то скрежетание зубами это один из признаков паразитоза и в принципе то это в учебнике описано для институтов или для учебных заведений бывших учебных заведений учебник по празитологии и я помню себя а так как мы жили в барачном поселке и постоянно с нами кошки собаки и как только за скрипел зубами мать что делала ну кто-то там искал скажем цветварное семя а мать наши что делала на столовую ложку укропного семени заливала горячей водой ну вот а то и две столовые ложки все зависит от возраста и давала ребенку съесть и награду стакан киселя давала и вот а кисель был тогда в общем то такой продукт достаточно интересный для нас а иногда засыпала еще сахара туда вот ел и вот эти столовую ложкой ли одна или две они изгоняли и червей ну то есть против паразитарку и последний вопрос на сегодня показан для висцеральный массаж при перенесенными инсульте и оперированной экологии врачи говорят что все нормально только принимать таблетки от давления то есть отрицание не вы знаете дело в том что здесь такая маленькая особенность онкопроцесс конечно это сложные заболевания но если в первая процедура улучшает качество жизни то нужно делать если же организм не воспринимает он ее сразу не воспримет поэтому нужно ориентироваться на состояние данного человека и работать очень мягко так чтобы на двоечку на троечку ну что у нас вопросы еще поступают мы их собираем и обязательно будем отвечать в следующих эфирах они могут быть вот такой большой эфир у нас последний в этом году а текущую мы еще наверное судя по тому по количеству вопросов мы обязательно еще на них ответим спасибо вам большое за работу сегодня такую непростую за организацию такой встречи мы еще не закончили у нас еще николаевич да конечно это еще бомба да дорогие друзья сейчас я вам вас познакомлю еще с одним нашим мы тогда вы еще не уходите далеко я далеко не уйду я здесь молодец бомба прилетела здравствуйте виктор николаевич алиса виктор николаевич специалист ресторальных практик автор метода как быть красивой он сейчас все про себя еще расскажет я хочу сказать что его достижение на наш взгляд в том что он убеждает своих пациенток и в общем то имеет достаточно весомые аргументы что красивой нужно быть выключен и можно быть только тогда когда тело здорово точно занимаюсь я называется эстетическое оздоровление то есть это когда человек особенно женщина становится здоровее да равно моложе потому что молодость и здоровье идут вообще рука в руку на самом деле чем человек моложе чем здоровее тем моложе количество лет в паспорте по большому счету не играет никакой роли ну и соответственно соответственно рассматривая человека как комплексную структуру начиная с живота в первую очередь потому что живот и жизнь абсолютно не случайно абсолютно одинаковые слова да живота прошу или смерти да или не щадя живота своего блин ну почему живота да почему не головы не руки там и так далее потому что живот и жизнь по сути для русского человека это одно и то же и и порядок в животе соответственно порядок в жизни ну и лицо как вершина да как вершина айсберга под названием человек собственно проецирует все состояние здоровья александр тимофеевич тут самом начале как раз говорил очень много о лице да в первую очередь потому что то что находится у нас в животе очень сильно влияет на состояние лица и не то чтобы я убеждаю своих пациенток о том что здоровье равно молодость практика показывает да когда начинаешь работать с животом и лицо откликается но безусловно когда прорабатываешь весь организм через живот через фасции то лицо по большому счету нужно только отправить да откорректировать и опять же таки если обращать внимание на лицо то что мы первую очередь делаем ну в основном да когда замечаем что в лице у нас он намечилась некий возраст обращаемся к косметологу да ну я не думаю что косметологи тех кто сидит у экранов начинают свою работу с живота да в лучшем случае они начинают свою работу с шеи а в худшем даже шею не трогают начинает сразу колоть инъекции тем самым вызывая застой отеки ну и в принципе плохое кровообращение в области лица не хочу вас пугать но на самом деле лицо это самая застойная часть тела и туда еще заводят бутылотоксины филлеры нити и так далее и тому подобное тем самым делая еще более застойно то есть в первую очередь обращая внимание на лицо нужно обратить внимание на шею обращая внимание на шею опять же таки почки и поджелудку ну ни кла не денешь это это однозначно нужно расслаблять фундамент молодости стоит на черепе в первую очередь на черепе потому что если череп начинает давать усадку а со временем он это делает то соответственно и мышцы и кожа начинает повисать и сейчас давайте сделаем маленькое упражнение просто языком поводите по верхней челюсти по небу попробуя языком почувствовать что там на небе происходит я уверен что большая часть того кто это сейчас делает обнаружили на верхнем небе шов который идет вдоль да от передних зубов прямо до гортани либо челюсть вот таким образом сходится либо вот таким и это уже говорит о том что череп начинает давать деформацию это не страшно это здорово что вы это заметили потому что сейчас прям мы сделаем упражнение которое поможет нам эту ситуацию начинать развивать потому что на верхнем небе находится клиновидная кость а на клиновидной кости вообще весь череп стоит по большому счету на котором собственно крепятся и мышцы и кожа которая нам собственно и дает нас весь эстетический эффект так вот берем язык прилепляем его к верхнему небу как будто хотим цокнуть прилепили и начинаем языком по небу водить делая массаж верхнему небу да верхней челюсти причем что самое интересное это упражнение можно и нужно привязать к приему пищи тем самым готовив и ротовую полость и пищевод и желудок и в общем весь ЖКТ и всю периферию к приему пищи в первую очередь вы начнете раздвигать мягко и аккуратно верхнюю челюсть и через какое-то время у каждого конечно же свое довольно продолжительное но может быть челюсть начнет выравниваться а вслед за ними начнут выравниваться скуловые косточки да которые становясь меньше по большому счету опускают наши щеки и возвращаясь к печени о которой так много говорили напряженная печень очень сильно очень сильно буквально уродует контур лица почему потому что жевательная мышца представительство печени и если печень напряженная то соответственно напрягается и жевательная мышца а когда она напрягается наш височно-челюстной сустав начинает изнашиваться а челюсть подымается вверх соответственно сколовая кость к носу щечка вниз челюсть вверх и мы имеем то что имеем и ни один косметолог уже с этим не справится только тот кто начинает косметологическую процедуру сжата вот ну это так вкратце очень вкратце очень вкратце а вот да потому что а я опять же таки расслабляя печень только расслабленная печень может нам выставить контур лица да и этот пресловутый угол молодости его сейчас стали называть угол джали хотя бедная джали уже вся изрезанная и сколотая ну и выглядит к сожалению уже ну крайне непрезентабельно вот и уверяю вас что будущее будущее за эстетическим оздоровлением будущее за тем кто в здоровом состоянии поддерживают свою молодость потому что последствия всех процедур инъекционных последствия всех процедур пластики до хирургической мы уже сейчас можем с вами наблюдать и уже на 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 очень известных и не на очень известных людях к сожалению через 10-15 лет это видно и видно очень нехорошо да поэтому собственно я и занимаюсь тем что с чтобы эстетически оздоровить лучшую половину человечества ну и иногда и мужчины подтягиваются ну тоже пользуются и хирургическими вмешательствами так далее мужчины тоже сидят за красотой я хочу сказать что в онлайн курсе у Виктора Николаевича есть масса материала его личных достижений его работ когда женщины действительно преображаются в результате такой такого подхода к оздоровлению и красоте вот все что демонстрируется там все что делается в этом онлайн курсе действительно достойно того чтобы этим начинать заниматься ну кто боится скальпеля и инъекций таких тоже очень много и слава богу что очень много их страх их спасает на самом деле ну видимо да так ну что вы еще что-нибудь покажете или можем показать все что угодно да у нас впереди еще целая ночь да поэтому так или иначе если будет интересно мы можем рассказать и показать по поводу лица и по поводу висцеральных практик очень многое ну и если конкретно практика давайте как раз мы позовем нашу модель замечательную да александр тимофеевич уже уже смотрел эту модель да и уже обратил внимание что печень требует внимания да так ведь если я правильно помню и вот если сейчас наша модель очень мягко медленно и аккуратно откроет челюсть максимально а потом ее закроет точно так же медленно и аккуратно тот кто внимательно наблюдал за этим процессом давай еще разочек заметит что челюсть открывается не совсем ровно а с трудностями с небольшими это раз и заметит что челюсть немножко играет влево ну девушка еще молоденькая это очень легко поправить на самом деле сначала через печень а потом непосредственно на челюсти как поправить печень александр тимофеевич уже показал я покажу как поправить челюсть да для этого нам нужно найти перед козелком ухо вот здесь маленькую дырочку отверстие отверстие проявляется тогда когда рот открывается открываем рот шире и закрываем то есть когда рот открывается палец проваливается в дырочку в дырочку перед козелком когда рот закрывается то челюсть выталкивает палец из этой дырочки тем самым мы открываем височно нижний челюстной сустав и кстати даем обратную связь на печень чтобы она расслаблялась теперь мы берем второй пальчик и ставим ее на угол этот так называемый угол молодости и одновременно отрабатываем открывая и закрывая рот продавливая средним пальчиком внутрь а указательным пальчиком выталкивая челюсть наружу принцип понятен? давай попробуем самостоятельно вот у нас пальчики вот таким образом встают и с другой стороной соответственно с двух сторон мы ставим открываем максимально широко рот и продавливаем пальчиками указанные точки так и обратите внимание во время упражнения челюсть ходит вообще практически идеально да так делаем это 5-10 раз пальчики отрабатывают уху замечательно и сейчас еще раз убери ручки и еще раз открой медленно и закрой рот уху у нас остался буквально один порожек в проходе челюсти да проехали еще раз открываем легонечко и закрываем раз и челюсть ходит практически ровно один маленький порожек который можно будет дорабатывать со временем принцип понятен? челюсть стала ходить ровнее и мягче да а если у нас челюсть стала ходить ровнее и мягче височный челюстной сустав открылся соответственно и контур лица будет четче дольше да ну и плюсом мы дали обратную связь на печень да и через фасции печень получила сигнал о том что надо расслабляться потому что у нас как прямые так и обратные связи работают очень хорошо благодарю счастливо Виктор Михайлович спасибо большое мы тут так сказать сегодня у нас был очень насыщенный вечер заключительный вебинар о прямом эфире на котором мы познакомили всех с методиками ваша методика в общем-то одна из таких интересных и неповторяемых я не знаю больше кто бы предлагал вот такой симбиоз методов для получения для достижения такого результата ну и в заключении хотелось бы сказать что ваше здоровье друзья мои нужно только вам на самом деле потому что на сегодняшний день к сожалению если мы посмотрим на все что нам дают в питании и об этом говорили на то как работает современная медицина которая работает в основном от симптомов да а не о причинах Александр Тимофеевич говорил очень много о причинах возникновения болезни да а не убирание симптомов очень важно найти причину да к сожалению современной медицине мы здоровыми не нужны потому что к сожалению сейчас все бизнес и медицина не исключение да и соответственно если вы болеете то вы приносите прибыль нашему здравоохранению если вы здоровы то вы опасны для него поэтому помогите себе особенно для пенсионного фонда особенно для пенсионного фонда Академия Александра Тимофеевича Агулова как раз в этом очень даже поможет да спасибо вам большое за участие в нашей программе сегодняшней в нашем вебинаре мы будем еще с вами обязательно будем вас приглашать я очень хотела бы и прошу всех кто нас сегодня смотрел у кого уже есть результаты у кого будут результаты после нашей передачи пожалуйста вообще-то не ленитесь начинайте с собой заниматься это очень важно потому что послушать и сказать классно это одно а начинать применять на себя это совсем другое вот и делать это нужно в общем-то не разово а дисциплинированно и регулярно как мы говорим когда к нам приходят пациенты мы приглашаем и говорим что 5-10 курсов вернее сеансов приемов может изменить вашу картину а дальше уже по усмотрению дальше уже люди сами начинают с собой заниматься но те кто не могут к нам приехать пожалуйста приобретайте сегодня онлайн курсы начинайте с собой заниматься своим здоровьем потому что и здоровая печень и желчный пузырь и экологичное омоложение лица и современные методы функциональной диагностики это тот небольшой набор инструментов который поможет вам двигаться по направлению к оздоровлению и тот кто сегодня это приобретает есть и подарок и эти все условия вам ассистенты потом и операторы будут рассказывать и говорить и будет бонус тот кто приобретет эти онлайн курсы на условиях которые предлагаются нашими ассистентами ссылка на сайте на сайт с описанием всех курсов находится под видео трансляции на этом я хочу пригласить всех сюда участников сегодняшнего нашего мероприятия вот вот к концу года мы так сказать сделали такой великолепный вебинар я считаю что дали очень много полезного контента для того чтобы все наши люди были здоровы были счастливы были успешны и в преддверии нового года мы всех поздравляем с с наступающими праздниками будет еще наверное возможность но тем не менее сегодня мы рады что вы были с нами нас сегодня было зарегистрировано огромное количество людей здоровье да все кто все кто начинает заниматься своим здоровьем все получают в общем-то большой преференции большие на будущее и подойдут к своей когда-нибудь к своей старости очень даже нормальным уверенным шагом с наступающим здоровьем да с наступающим здоровьем спасибо всем за внимание пишите нам особенно о своих результатах о своих победах о своих достижениях и должна сказать у кого будет самый самая большая победа да кто опишет нам свою историю и решит какую-то серьезную задачу мы пригласим наш центр а если человек не сможет приехать к нам в наш центр мы вышли ему подарок в подарок у нас бывает книга Александра Тимофеевича в которой как раз таки описаны все проекционные зоны симптомы проявления то есть книга которая может быть руководством для того чтобы вы себя начали изучать и оздоравливаться то есть все проекционные зоны и все проекционные зоны все проекционные зоны